Народное славянское радио Всем здравия, с вами Народное славянское радио Сегодня у нас по одному из современных календарей 13 апреля 2016 года среда По одному из старинных второй день месяца посева И именно речения 7500 до 4 лета четверг Вернее сказать четверик И мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме Саморазвитие общества через себя Главный собедущий Дмитрий Лапшинов Здравия, Дмитрий Здравия Тема у нас довольно-таки интересная, как мне кажется И звучит на первый взгляд несколько противоречиво Мы говорим про общество, саморазвитие общества Но в то же время говорим про то, что саморазвитие общества через себя Как здесь делено и как здесь соединено Как здесь соединены общества и я любимый или себя любимого объединить с обществом Да, конечно, об этом сейчас как раз и поговорим Тема достаточно большая, объемная И я сейчас подготовил как раз для вас материал Возможно, кому-то придется переслушивать пару раз Я хочу затронуть несколько наших тем с довольно достаточно глубокого уровня Ну, если хочешь затрагивать, давай с этого и начнем Затрагивай Хорошо, тогда не будем терять времени А первое вообще хотелось бы что сказать Это сейчас мы находимся в Литве В братском городе Каунас И вам всем большой пламенный привет отсюда И тогда сначала озвучу нашу тему Самосовершенствование в условиях социума Духовность, социальность, равновесие Духовность в семье И самосовершенствование общества через себя И вот, тогда начну Сейчас много говорят о духовности, развитии и самосовершенствовании Существует множество систем и традиций Многие тратят годы на практики и самосовершенствования Но как их тела практикующих были подвержены болезням на сегодняшний день К сожалению, так люди их хоть и практикуют Но до сих пор тела продолжают болеть, стареть и увядать Да и качество жизни увеличивается незначительно С современными духовными практиками у большинства людей Даже так называемые святые отцы, великие йогины и ламы продолжают болеть, стареть и умирать Болеют даже раковыми заболеваниями И это уже становится все чаще и чаще Некоторые даже из лам болеют раком Это уже известно многим И мастера даже цигун позволяют себе алкоголь Скажем так В буддизме Махаян даже есть такое утвердившее выражение Что тело это грязный мешок Я думаю, это уже многие слышали И вот первое, что касается Это неужели йогины, ищущие духовного духовности сегодня Настолько слепые и не осознают Вот эту как раз прямую связь Сознание и тело Тело Это продолжение нашего духа Да и в здоровом теле, здоровый дух Больное тело всегда будет отнимать на себя Основную жизненную часть энергии И вот тысячелетняя эпоха духовного Самосовершенствования человечества Разных традиций Подобно поломанному телефону Искажая истину Скажем, от одного к другому Мы с изреченной есть ложь Это мы все уже помним и знаем И сегодня мы имеем множество Превратных форм Духовного направления Именно Искажая от одного к другому И вот сегодня, прислушиваясь к другим мастерам Разучились прислушиваться люди к себе К своей интуиции К своей внутренней духовности К своей внутренней природе Сегодня мы постоянно смотрим вдаль Пытаемся высмотреть духовность Где-то вне себя В каких-то традициях В каких-то учителях Не замечая, что перед носом Не замечая, что внутри нас Да и забыли свои личные глубокие корни И вот очень хорошо подчеркнул свое время Толстой Мне эти как-то слова очень сильно зацепили Он как-то в произведении нам всем известного Воскресенье Если помните, когда Нехлюбов спорил со старцем Оно, точнее, спрашивало Мол, а какой ты дедушка веры? На что тот ответил Что никакой веры я не принадлежу А верить верю только в себя Оттого и разные веры Продолжал старец Что людям верят, а себе нет Вер много, а дух один И в тебе, мол, и во мне, и в нем Верь всему Всему верят Что-то там такое было А кроме себя Про себя человек как раз и забыл А ведь на уровне духа мы есть все одно И вот мировоззрение Толстого Мне в определенных рациональных зернах Очень близко Вот, к примеру Череда поломанного телефона Сегодня люди убеждены Что духовность Это путь отшельничества Либо путь монашества И наша социальная жизнь И духовность несовместимы Сегодня об этом чаще и чаще все говорят И именно йогины Другие Возможно Другие святые Старцы С духовностью Твердят, что духовность Семейная жизнь несовместимы Твердят о постоянном целебате О семейных разотношениях И считают духовностью Также несовместимой С какими-то явлениями Третьи сторонники и обратного У каждого сегодня своя идеология Что такое духовность Какой она должна быть И каким должен быть Духовный человек И вот Человечество Тысячелетия Общаясь при помощи Речи Речь, как мы знаем Это поломанный телефон Мы с изреченной Есть ложь Как уже говорил выше И наш ум Оперирует мыслями Вот я хочу Тут подчеркнуть Немножко Вот эти вот вещи Наш ум Оперирует мыслями А дух Оперирует образами И эти образы духа Ум пытается интерпретировать Причем ум каждого человека Интерпретирует по-своему В меру своего мировоззрения И самосовершенствования Эти образы духа И вот существует Три языка Передачи Подсознательных образов Первый язык духа Это высший способ Передачи информации Следующий Второй язык души Это средний способ Передачи информации И третий Язык речи Что является Низшим способом Передачи информации Посредством ума И вот Третий язык речи Нам всем известный Это тот На который мы сегодня К сожалению Оно возможно И по счастью Своего опыта И тренажера Общаемся Друг с другом Язык души Для примера На этом языке Люди часто общаются С животными Когда Там гладят Нежатся с ними Бывают Допустим Среди нас Такие же ситуации Когда к примеру Приехал в какой-то город Либо в какую-то страну Пытаешься у человека Спросить Как пройти мне Там туда-то Туда-то И Он тебе Отвечает А потом Вы понимаете Что вы Общались на разных языках И вот Это вот Уровень Вы друг друга Понимаете Вот это вот И есть Язык души Когда вам Даже Толком и говорить Не надо Вам даже Вместе Просто хорошо Приятно И комфортно И Третий Высший Уровень Язык Духа Это По сути То Что мы Сегодня Называем Телепатия То есть Передать Образ Знания Цельно Не Обликая Слова Другому Человеку И тот Эталонно И неискаженно Начинает Их Понимать Все Что касается Речи Это уже Поломанный Телефон Есть информация Образ Подсознательный И мы его начинаем Облекать Слова Человек Который Это слово Услышал Этот образ Принял По своему На свой Лад И так далее Куется Путь Тысячелетней Поломанной Телефона И вот Любая Запись Письмо Как Сегодняшний Феномен К примеру Язык Фонемный Язык На котором Мы говорим Все наши Буквы А, Б, В, Г, Д Это фонемный Язык Как мы уже Все знаем Так и Даже Образный Язык Если Уходить В корни Образного Языка Там Пусть там Всесветная Грамота Пусть там Руническое Письмо Там Про руны Коруны Все это Уже есть Язык речи Записанный На письмо Который Пытается Передать Наше Подсознание Через Кого-то Ну а есть Именно через Дух Либо Синхронистичный Событий И вот К сожалению Этим языком Человек Пользуется Уже Многие Тысячелетия Многие Великие Учителя Югины Создавали Системы Традиции Опираясь На это Письмо Пусть Образное Либо Фонемное Принципу Нет Истина Эталонная Передача Это то Что называют От сердца К сердцу То есть Язык Духа И вот Пользуясь этим Третьим Способом Передачи Информации То есть Речью Либо Письмо Даже Образным Письмом Люди Записывают Либо Передают Свой опыт Их ученики Понимали Все В меру Своего Воззрения Становились Учителями Также И передавали Знания Своим Ученикам Посредством Используя Ум И речь И сегодня Большинство Людей С удовольствием И лилиением Принимают От них Эстафету Поломанного Телефона На Воззрение Духовности На Путь Духовности И на На то Как Должен Выглядеть Путь Либо Человек Духовно Ищущий Сегодня Люди Так твердо И настойчиво Держатся За идеологию Восточных Мастеров Что Довольствуется Этим Вместо Поиска Внутренней Частоты И безграничности Даже Более того Если Говорить Что Начинает Осуждать Тех Кто По их Мнению Занимается Неправильной Духовностью С их точки Зрения Ведь Так Можно Так Сказать Говорят Письмена Ведь Так Говорят Веды Это Зачастую Сегодня Можно Услышать А ты Ведешь Другой Образ Жизни Не По Ведам И Очень Часто Сегодня Можно Услышать Подобное Вот Что Хотелось Сказать Друзья Все Это Есть Письмо Опыт Возможно Древний Чей-то Пусть Даже Просветленного Мастера Чей опол Был записан А Любая Запись Уже Искажение И Интерпретация Умом Записанного Это Вторичное Искажение И Прямой Путь Это Искать Духовность Внутри Себя Сокровища Духа Это Наше Внимание Занимаясь Практиками Сознания Расширения Сознания Сознание Есть Все Как мы Знаем И Развитие Его Является Единственной Духовной Практикой Все Остальное Энергетические Практики Дыхательные Телесные Это Подготовка Корни К началу К работе С нашим Сознанием С нашим Внутренним Космосом И Вот Перестать Искать Знания Снаружи Себя Все Веды Которые Мы Сегодня Знаем Без Разницы Веды Овеста Овеста Это Все Находится Внутри Нас Причем Неискаженное Если Мы Соприкоснемся С чистым Полем С чистым Сознанием И Вот Для Духа Внутри Нас Нет Никаких Рамок Как Надо Поступать Как Нельзя Что Такое Хорошо Что Такое Плохо Духовность Свободна От Дуального И Дуалистичного Восприятия Добра И зла Правильного И неправильного И Идет Она С чистого Сознания И от Совести Когда Человек Находится В состоянии Чистого Сознания Он Слышит Свою Совесть Когда Он Находится В плену Своего Внутреннего Диалога Ума Он Он Может Единственное С чем Оперировать Это Моралью И Этикой И Искать Надо Не корни Предков А то Что Искали Предки Вся Духовность Внутри Нас Это Была Так Сать Подводная Моя Часть Основной Темы И Вот Это Основная Подводная Часть Очень Важна Для Понимания И Осознания Чтобы Двинуться Дальше К Нашей Теме Которую Я Заявил Сегодня Различные Йогины Практикующие Находящиеся На уровне Внутреннего Диалога Пытаются Объяснить Что такое Духовность И рассказать Какая Она должна Быть Опираясь На свой ум Или на то Что Прочитали Из древних Книг Которые В свою очередь Описались Для людей В ночь Сварога Если Оперировать Нашим Языком Либо Если Оперировать Восточным Языком В ночь Кали-югу Или Опирались На слова Других Авторитетных Мастеров Лам Святых Отцов Монахов Скажем Йогинов Разницы Нет Итак Сегодня Люди Из различных Духовных Духовные Мастера Пытаются Облечь Духовность В определенный Путь Или в определенное Воззрение Опираясь Воззрение Воззрение Человек Цепляется За любое Воззрение То он Уже Не Находится В Духовности Все Что Цепляется Это Ум Духовность Не Ограничивается Каким-то Конкретным Путем И Каким-то Конкретным Воззрением Любое Действие Для Духа Нейтрально И только Ум Психика Человека Окрашивают Эти Все Воззрения Нашего Духа В черные Либо цветные Краски Дух Есть Сознание И сокровище Духа Как я уже Говорил Внимание Если человек Поистине Находится В чистом Сознании То есть То что Сегодня В социуме Так говорят Как Просветлен То Любое Его действие Духовно И действует Он От души И по совести В духовности Сознание Пребывает До тех пор Пока Внимание Не начинает Цепляться За внешние Феномены Или не начнет Цепляться За воззрение Ума Любое Воззрение Формируется Нашим Внутренним Диалогом Тогда и Происходит Потеря Чистоты И качества Нашей Внутренней Духовности И вот Судить И твердить О духовности Может только Человек Чье Внимание Наслаждается Слепыми Стереотипами И воззрениями Своего же Ума Это подобно Тому Что мы Затмеваем Солнцем Тучи Или облаками Вот Обычно Такой вот Пример Я часто Привожу Всем известный К пример Чистое Чёрные Идеи Солнцем Солнцем Золото Пытается Пытается Покрасить Золотой Краской Чистого Восприятия Совет 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 Дух Дух и разум Между Золотой Солнцем Солнцем Именем Можно поставить То что вы там Ставите Пауза музыкальная А потом я бы Продолжил Если хочешь Поставим Музыкальную Паузу Да Наверное Чтобы потом Всё это завершить Уже одним Тематическим Направлением Хорошо Но имею ввиду Что в чате Уже много Поступило вопросов Так что Да Имейте Всем кто ещё Не в чате Напоминаю Что вопросы Принимаем Из чата Народного Славянского Радио Для того чтобы Попасть в чат Вам необходимо Во-первых На сайт попасть На сайт попасть Просто в любом Поисковике Наберите Народное Славянское Радио После этого Ищите слово Чат Нажимайте на него Там будет Маленькое окошко Где я предложил Зарегистрироваться Или ввести Ваш логин и пароль Если ещё Не регистрировались Придумывайте Логин и пароль Вводите его Раз и на всю жизнь После этого Пользуйтесь Уже становитесь Полным Чатланином Если так По современному Говорить Полноценно Вы можете Задавать вопросы В эфир Когда идёт Живой эфир И можете Общаться с друзьями А сейчас Мы переходим К музыкальной паузе Небольшой Около двух минут Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем разговор Продолжаем разговор На Народном Славянском Радио Напомню Что по одному Из современных Календарей 13 апреля 2016 года Среда По одному Из старинных Второй день Месяца Посевы и наречения 7524 лет А четверик Мы продолжаем Говорить С Дмитрием Лапшиновым На тему Саморазвития Общества Через себя Насколько я понимаю Главное Здесь ключевое слово Это через себя И ты их сказал Что после музыкальной Паузы Мы перейдём Уже Ко второй теме Заявленный тобой Или по теме Пожалуйста Передайте микрофон Но помним Что вопросов Уже достаточно много Появляется в эфире Берите в чате Нашего эфира Нашего сайта Здорово И вот как раз Сейчас Основное Развертывание Как это Так Что можно Повлиять на Социум Либо на Мир Во всемире Через себя Все упирается По сути Гармония Внешнего И внутреннего Все Что мы имеем Снаружи Это проекция Нашего внутреннего Мира То есть Чистота тела Чистота души И чистота духа В совокупности Определяет Средний вибрационный Знаменатель И который По сути И проецирует На внешнюю Среду И вот Каковы мысли Новые Ума Таковы Желания Человека Каковы Желания То мы Чувствуем И излучаем И уже То что мы Излучаем То и получаем Обратно И вот так Уйдется Синхронистично События Вокруг нас И вот Внешний мир Это зеркало Нашей внутренней Частоты Или загрязнения На любом Из уровней Либо Возможно Будет загрязнение Новые Тело Без разницы Либо Новые Души Либо Новые Сознания Все это Мы Проецируем Вовне И эти Зеркальные Отражения Являются Нашими Тренажерами Нет Никой Разницы Между Внутренней И внешней Миром Внутренний Мир И внешний Разделяются Только на Орне Сознания Обремененного Внутренним Диалогом Это Состояние Есть Дуальность То есть Есть Наблюдатель И что-то Внешнее Как весь мир Со всеми Феноменами Вокруг Чистое Сознание Не обремененное Умом Оно Трансцендентно И В этом Состоянии Трансцендентности Наблюдатель И объект Наблюдения Есть одно То есть Внешний И внутренний Космос Слиты И нераздельны Это Есть Цельность И совершенство По сути Гармония И лад Внешнего И внутреннего Мира Мы Приобретаем Состояние Трансцендентности Сознания То есть Состояние Духа Состояние Духовности Внешний Мир И внутреннее Это две части Одного Целого Если говорить На языке Ума На языке Дуальности Когда человек Прилещается И укореняется Во внешний Мир Или мир Сосума То он удаляется От внутреннего От одной Из своих Частей Когда же Человек укореняется И уходит Во внутреннее Он так же Начинает Отдаляться От внешнего Тоже От одной Из своих Частей Это Отсутствие Цельности Совершенно же Человек Цельный Он От Инфракрасного Спектра До Ультрафиолетового Спектра Что я имею Ввиду То есть От мира Яви Правь И до мира Прави То есть От внешнего Мира До внутреннего Это Есть Духовность Белый Ясный Свет Я обычно Привожу Такой Пример Как Семь Цветов Радуги Представьте Семь Цветов Радуги В совокупности Семь Цветов Радуги Дают Как обычно Вы знаете Белый Цвет И так же Белый Цвет Распадается На Семь Цветов Радуги И вот Находясь В состоянии Чистого Просветленного Сознания Мы есть Духовный Свет Белый В котором Пребывает И внутренний И внешний Мир Одновременно И вот Не цельно Идти по пути Только внутреннего Или только внешнего Да Это конечно Легче К примеру Уйти в отшельничество Убежав От своих тренажеров Или уйти Наоборот В материальное И расслабиться И не самосовершенствоваться Но Идеально Это Самосовершенствоваться Сразу На двух уровнях Полюсов И так Духовность Это состояние Сознания И цельность В котором Нет разделения На внешнее И внутреннее И на духовность И социальность В этом состоянии Мы пребываем Одновременно И там И там Неразрывно И твердо И если мы И если мы Имеем Это трансцендентное Состояние Сознания То Любой Наш путь Уже Духовен Духовность Можно найти На любом Пути Если на этом Пути Мы Конечно Состоим И совершаем Действие От чистого Поля От чистого Сознания То Это наш Путь Духовен Если же Мы Идем Даже по Этому же пути Наше Сознание Обременно Внутреннего Диалога То Качество Нашей Внутренней Духовности Уже Отсутствует Итак Уйдя Даже В отшельничество Можно найти Духовность И уйдя В социум Можно найти Духовность Но Самым Правильным И цельным Путем Будет Одновременно Совершенствоваться И внутренне И внешне Внутреннее Наделяет Нас Чистотой И мудростью Просветления Внешнее Внешний мир Учит нас Творить Созидать И Быть сильным Встречая Свои результаты Творения Лицом К лицу А не убегая От них В К примеру Какой-нибудь лес Либо в горы И вот Аналогичный пример Нужно привести С полушариями мозга Все что дано Человеку Не просто так Если у человека Есть левое Правое Полушария мозга Это Не значит К примеру Левое Повторюсь всем Известное Левое Это логика И вектор времени От прошлого До будущего Правого Это опыт Интуитивность И исключительное Настоящее И вот Нет смысла Быть только Интуитивным Когда мы От природы Уже Имеем Два полюса Либо Нет смысла Уходить В тотальный Рационализм И логику Когда мы От природы Имеем И качество Противоположное А вот В цельности Мы Полноценны И совершенны Правое Полушарие Позволяет Нам Получать Опыт Левое Позволяет Нам Быть Творцом Своей Действительности И вот Буквально Сейчас Вспомнил Всем известную Такую Возможно Малоизвестную Такую Статую Мне В свое время На ретрите У ситхов Одного В пещере Показали Статую Которая Поклоняется Сегодня Ситхе Традиции 18-томецких Ситхов И считают Ее Как Источником Первым Божеством Первым ситхом Который Наделяет Всех Других Ситхов Так сказать Сверспособностями И вот Мне что В ней Запечатлило Это Его положение Тела То есть Он сидел Одна нога Была в лотосе А другая Нога Стояла На земле Сам Этот Древний Ситх Эта статуя Была белого цвета Голубоглазая Это уже второе Но я бы хотел Обратить внимание На именно Расположение Ног И вот Символ Когда одна Нога Находится В положении Лотоса А другая Стоит на земле Это как раз И путь Когда Одной своей Частью Мы занимаемся Духовностью А второй Частью Мы стоим На земле То есть Куем И внутренне И внешне То есть И духовно Мудрые И твердо Созидающие Творцы Такие В принципе Образы В каждой Традиции Практически На сегодняшний День Есть И вот Мы не находимся Внутри тела Именно тело Находится Внутри нас И Точно так же Можно сказать Что Мы не находимся Во Вселенной Вселенная Точно так же Находится Внутри нас Все Находится Внутри нашего Сознания То есть Внутри нашего Духа А на уровне Духа Внешнее И внутреннее Едины И Сказать так Только ум Все это Делит Сознание Не делит Между объектом Наблюдения И наблюдателем Есть только ум Который пытается Цепануться Привязаться И Разделить Все наши Жизненные обстоятельства Это зеркало Наших Внутренних Вибраций Внутренних Страхов Или любви Мыслей Идей И ожиданий Мне вот В свое время Понравилась Слова Даже не знаю Кто сказал Но Я их разделяю Зло существует Только в сердцах Человека Из него же Оно и проявляется И вот Очень важно Здесь Понять Что такое Любовь И пребывать В ясности И чистоте Сознания И тогда Мы будем Проявлять То что Вокруг себя То что Имеем Внутри Себя В своих Друзьях Мы видим Свои преимущества Как вы Знаем В своих Врагах Мы видим Свои недостатки Все перед Нашим взором Если хотим Осознать Ситуацию То Пронаблюдайте Свои страхи Свои мысли Свои чувства Именно Наблюдение За внутренним Позволяет Осознать Что же Мы Проецируем В яфе И Почему Сталкиваемся С той Либо Иной Ситуацией И не стоит Смотреть На свои страхи Как на Опасность Внешний мир Это всего лишь Проявление Наших мыслей Которые Усиливаются Нашей любовью Либо нашими Страхами И вот Все что мы Излучаем То мы и получаем Обратно Если мы Получаем Попали К примеру В ситуацию Которая Вам не нравится И начинаем Бороться с ней То по сути Мы боремся Сами с собой Нечего ругаться На зеркало Если лицо кривое Я вот люблю Такое выражение Применять Дим Есть такое выражение Зеркало не виноваты Если морда кривовата Так если по русски Говорить Да Совершенно верно Вот это вот Приму себя тоже На вооружение Более созвучно Итак У многих людей Есть твердые убеждения Как должен быть Выглядеть Человек Духовный Или как он Должен себя вести Но должен ли он Сам кому-то Что-то Если человек Духовный То он не Ограничен Какими-то стереотипами И он свободен От этого Он свободен И волен На своих действиях Которые В свою очередь Обусловлены Его совестью Ну второй вопрос Реально ли он В чистом поле В состоянии духа Не обременен Умом И внутренним диалогом Итак Нет никаких Правильных Неправильных Норм Поведения Мы Совершенно Совершаем Действия От ума Или же Совершаем Действия Состояния Чистого сознания Вот если мы Совершаем Действия От чистого Сознания То мы Не обремени Нормами Если же мы Совершаем Те же самые Действия От ума Тогда Куется Цепь Причина Следственная Итак Здесь можно Даже привести Определенную аналогию Мораль Совесть И этика И вот пока Человек находится В плену Своего внутреннего Диалога Для того Чтобы как-то Пытаться правильно Подать себя Совершить Какие-то Те-либо иные Социальные задачи Он ограничивает Себя Моралью И этикой Что такое Хорошо Что такое Плохо Как поступить В соответствии С обществом В котором он живет Ну когда только Человек Входит в состояние Чистого поля В состояние Духовности В состояние Чистого сознания То в нем Просыпается Совесть И ему уже Не нужны Никакая Ни мораль Ни этика Он уже Не поступит Плохо А не потому Что так Говорит Мораль Либо этика А он не поступит Так потому Что у него Душа и сердце В противорез Будет этому Поступать И вот в Трансцендентности Мы действуем От совести А пока мы В пелену Внутреннего диалога Мы можем Поступать И опираться На свои действия Опираясь На мораль И этику То есть Это два разных пути Путь Трансцендентности Путь Духовности И путь Семеричности Путь Попыток Быть похожим На духовность И вот Когда многие Духовно ищущие Убегают Из социума С целью Духовно себя Самосовершенствовать То на самом деле Они убегают От своих тренажеров Которые Излучают Сами Вместо того Чтобы встречать их И прорабатывать Прямо И вот Как-то Одному Йогину Был задан вопрос Я как-то На одном Из своих Ретритов Приводил Подобный Пример Учитель Где мне найти Самого сильного Мастера На что тут Йогин ответил В городе По сути Ка в городе Если взять Ответил Тоже самый Йогин Если взять Нашего монаха И поместить К вам в город То он сразу же Начнет Подвергаться Соблазнам У вас же Уже В социуме Выработан иммунитет Вам единственное Что остается Это только Духовно культивироваться И взращиваться И как уже Говорил Развитие Внутреннего Приближает Нас Просветлению Но Развитие Внешнее Позволяет Нам Быть Творцами Получать Опыт Творения Суть Где бы Мы не Находились Чем бы Мы не Занимались Духовность Внутри Нас И если Мы идем По любому Из своих Выбранных Путей С любовью С чистым Сознанием Неоскверненным Внутренним Диалогом Абсолютно Неоскверненным Внутренним Диалогом Двадцать четыре Часа в сутки То наш Путь Духовен Духовность В этом состоянии С нами И что бы Мы ни делали Так как Делать В этом состоянии Мы будем По совести И не Проживая Карму Порождая Точнее Карму И вот Внешний мир Учит нас Быть Творцами Я не знаю То что я Картинку Скидывал Она наверное Уже потом Появится В конце Нет Она есть Дим Я сразу объясню Если мы говорим Про картинку Где круги изображены То она есть В анонсе И можно Прямо на нашем сайте Сайте радио Эту картинку Лицезреть До этого Говорил уже Войдите на наш сайт Славомир.орг То есть Народное славянское радио Найдите слово Анонсы в этом случае И сегодняшнюю дату Анонса Посмотрите Там изображена Картиночка Где вот эти круги Изображены Ты можешь по ней Комментировать Все Здорово Тогда я сейчас Продолжу Уже Немножко осталось Что в этой картинке Заложен Сакральный смысл Искусство Творения То есть Познание Внешнего мира И вот С детства Первый там Круг Первое Внутреннего Искусство Внутреннего Творения И так Разрастается Вшире И вот Когда человек Рождается Маленький Ребенок Он пытается Творить Через игры С детства Человек Будучи ребенком Учится творить Играми Играя в игрушки Строя К примеру Шалаши Какие-то Игрушечные дома И все подобное Это его сфера творения Он творец Он себя познает Дальше мы растем И у нас Так сказать Завязываются отношения Появляются друзья Мы пытаемся Сгармонизировать Все уже на этом Более высоком Уровне То есть Это следующая Стадия Творения Дальше Человек Растет Развивается И начинает Заводить отношения И гармонизировать Уже Отношения Скажем Семье Это уже Следующая Стадия Следующий Фрактал Творения Семья Первый Фрактал Творения Игры Второй Фрактал Творения Друзья Мы уже Соединяем Пытаемся Ладить Отношения И третий Фрактал Искусство Творения Уже Шлифуется На уровне Семьи Далее Человек Растет Самосовершенствуется В своем Искусстве Творения В искусстве Ответственности И умение Синхронизировать Пространство Вокруг себя Но уже На уровне Своего рода То есть Взаимодействует С другими Семьями И вот Четвертый Уровень Фрактального Искусствотворения Это род Далее Человек Учится Формировать Более Сложный Фрактал Пространство На уровне Всего Народа То есть Уже Совокупности Родов Нас Уже Заботит Ситуация К примеру В городе Мы Не безразличны К другому Человеку И ответственны К людям Мы уже Заботимся О более Широком Спектре Своей Семьи Это Все Мы же Каждый Является Нашим Проекцией Нет Никого Разделения На Я И Кто-то Другой Человек Духовный Растет И Это стремление Подобно Тому Как капля Стремится Стать Океаном Вот Океан По сути Состоит Из Бесчисленного Множества Капелек И Вот Совокупностью Всех Капелек Мы Составляем Весь Этот Океан И Вот Сегодня Многие Духовные Практики Понимая Либо Не Понимая Что Взаимодействие С другими Людьми Формирует Общее Пространство Духа Духовности Может Привести К Духовной Реализации Гораздо Быстрее Чем Бегство От Социума В Одиночество Это Попытка Одной Капли Быть Подобным Океану Но Это Тоже Для Кого-то Путь И Вот Духовность Всегда С нами Шлифуя Сознание Если Конечно Мы Шлифуем Сознание А Вот Искусство Творения Вот Этого Фрактального Социума Позволяет Нам Быть Творцами Своей Вселенной И Как Говорили Раньше Предки Только Сильный Способен Быть Духовным И Успешным В своем Душевном Миру На Востоке Этот Путь Назывался Путь Белого Лотоса К примеру Подобно Тому Как Белый Лотос Растет В грязном Болоте Несмотря На Это Он Сохраняет Свою Частоту Так И Человек Где Бо Не Находился Он Он Должен Сохранять Свою Внутреннюю Частоту И Вот Помогая Другим Мы В первую Очередь Помогаем Сами Себе Здесь Нет Никого По сути Кроме Нас Кроме Нашего Зеркального Отражения Друг друга По большому Счету Мы Сейчас Сидим Общаемся Друг Друг Проводим Конференцию Радио Ну А Часть Нашего Духа С другой Сторон Сидит Сейчас И Общается Сама С собой Познавая Себя Через Нас Каждого Итак Это Был Фрактал Творения Нового Народа Далее Человек Растет Развивается И Уже Начинает Задумываться Как формировать Пространство На более масштабном Уровне К примеру На уровне Державы Города Дальше Человек Растет Его способность Творения И он Начинает Формировать Пространство Уже На уровне Земли И Далее Если Человек Соединяет Соединяется Со своим Внутренним Самосовершенствованием Достигая Просветления Сознания То он Уже Способен Творить На уровне Всемирия То есть Вселенной Пребывая Одновременно И в Яве И в Наве И в Праве И вот Одновременно Расти Духовно И формировать Пространство Вокруг Себя Семья И Так сказать Это Путь Цельности Одновременно Мы приобретаем И духовность И Искусство Творения И вот Семья И природа Это лучший Храм на пути Духовного Самосовершенствования И вот Без внешнего мира Социуматериальности И вот Без внешнего мира Человек Не Приобретает Квалификацию Творения И если будет Заниматься Только внутренним Самосовершенствованием То достигает Максимум уровня Блаженства Просветленного Будь Я обычно Цитату Свою же Цитирую Когда мы Проходим Ритмы Сознания И вот Хотел бы Тоже Ей сейчас Поделиться Будь Совершенно Внутри И достойным Своими Действиями Снаружи Это Есть Цельность И вот Повторюсь Нет Духовного Пути Путь Это Движение Во Времени Духовность Только В состоянии Сознания И Вне Времени И Вне Пространства И если Ты достиг Этого Состояния Сознания Присутствие То Любой Твой Явный Путь Уже Духовен И вот Самосовершенствование Внутреннего Мира Поднимает Наши Вибрации Вот Когда Человек Растет Духовно Развивает Свой Внутренний Мир Это Поднимает Наши Внутренние Вибрации И Формирует Синхронистично События Вокруг Нас Но За счет Внешнего Мира Мы Учимся Творить Созидать Сома Также След Человек Который Убегает От Духовного Гармония В цельности Внутреннего И внешнего Одновременно Дух Присутствует И там И там И если Что-то Из этого Отвергать То это Равносильно Тому Что Отвергать Часть Себя Часть Природы Духа Даже Если Что-то Дезгармоничное Произошло Так Сказать И мы Услышали Вокруг Нас Что-то Произошло И мы Это Либо Глаз Это Увидел То Это Уже Наше Подсознание Сформировало Синхронизировано Событий Чтобы Мы Этого Воспринимаем И Это Значит Что Мы Цепанули За этот Тренажер И он Уже Проявился Через Нас Поэтому Все Что Мы Видим И Воспринимаем Вокруг Это В первую Очередь Для Нас Для Какой Нашей Проработки Для Какой Терни Конкретной Наши Проработки Чтобы Стать Сильнее Лучше И Исправить То Что Когда-то Начало Это Проявлять И Вот Одни Могут Говорить Что Меня Это Не Интересует Или Это Не Мой Путь Но Если Это Проявилось То Значит Что Уже В Гармонии Нашего Внутреннего Космоса Что То Это Проявило Цель Взглянуть На Внешнюю Ситуацию И Благодаря Которой Мы Способны Обратить Взгляд Внутрь Себя И Осознать Что Мы Проявляем Обнаружить Где Произошел Дисбаланс Между Телом Где Произошел Дисбаланс Между Душей Где Произошел Дисбаланс Между Сознанием И Вот Любой Негатив Это Дисбаланс Между Собой Духа Души И Тела И Это Самый Социум Материальность Это Один Из Наших Главных Помощников Подсказок Взглянуть На Ошибки Нашего Внутреннего Космоса И И Исправив Свой Внутренний Мир Мы Начинаем Замечать Как Будет Меняться И Внешняя Ситуация И Единственное Чем Может Быть Ограничен Человек Это Двумя Свойствами Подсознания Первое Так Сказать Эти Что Хотелось Бы Сказать Об этих Свойствах Подсознания Это Моя Интерпретация По сути Мое Видение Эти Свойства Подсознания Сегодня Изотерики И любые Разные Традиции Называют Как Законы Вселенной И вот Первое Свойство Подсознания Это Причино này Связь Второе Свойство Подсознания Это Мера И вот Первое Причино-следственная Связь Свойства Нашего Подсознания То есть То что мы Излучаем То и Получаем Обратно Я просто Всем это Известно Разжу Сейчас не буду Всем это Понятно И вот Второе Свойство Подсознания Как Мера подсознание другими языками Вселенной находится в гармонии, в балансе. В яве же, в дуальности, этот баланс трансцендентности в яве мы воспринимаем как двусторонняя связь. То есть энергия движется одновременно в два направления. И вот невозможно что-то потерять и невозможно что-то приобрести. Меняются лишь вибрационные уровни энергетического обмена. И если мы что-то превысили, то и потеряем настолько же, насколько и превысили. Ствойство меры стремится все уравновесить. Если превысили свою меру, то восполнит человека этой же энергией, только с другой, более висковый вибрационный. И вот, чтобы подсознательные свойства причинно-следственной связи и меры в совокупности, чтобы сейчас лучше подать, совокупность вот этих двух свойств Вселенной, причинно-следственная связь и мера, они определяют наш божественный дар, то, что мы называем изобилием. И вот на сегодняшний день под изобилием понимают что-то материальное, либо финансовое. А на уровне Духа нет вот этой части единого. На уровне Духа все цельно. И на уровне Духа изобилие воспринимается как на уровне Духа, так и изобилие на уровне Души, так и изобилие на уровне Энергии и на уровне физического тела. И вот изобилие на уровне Духа – это наша духовная сила. Изобилие на уровне Души – это наша душевная сила. Изобилие на уровне Энергии – это наша способность быть энергетическим силовиком. Изобилие на уровне Физики – это наше здоровье. И изобилие материи – это уже самый низкий вибрационный показатель. изобилие на уровне материи, так сказать. И вот цельность куётся на всех уровнях, и мера это всё начинает гармонизировать между собой. К примеру, если человек за свой труд взял и превысил меру оплаты, к примеру, то он будет компенсацию делить своей энергией души с другими. Либо, к примеру, всем известные, сегодня очень много людей боятся, да вот тут энергетический вампир, что-то там у меня пытается энергию взять, либо не взять. На уровне духа есть трансцендентность, всё стремится уравновешивать. И даже если кто-то пытается что-то у нас взять энергетически, то тот, кто у нас берёт, он будет восполнять нас своей энергией души. И именно душа это тот показатель меры, который всё начинает уравновешивать. Мы никогда ничего не теряем, мы никогда ничего не приобретаем. Меняются лишь показатели вибрационные. Если мы дали своим физическим трудом, либо своими знаниями, дали больше, к примеру, чем взяли, то всё уравновешивается энергией души. Либо наоборот, если мы перебрали, то всё, мы восполним энергию души. Поэтому всё цельно, всё уравновешено. Только ум пытается где-то там выгоду взять, либо где-то выгоду получить. И, к примеру, когда человек что-то потерял, к примеру, там, что-то, скажем, финансовое. Лучше отработать свою причинно-следственную связь кармы финансовую, нежели мы потерять это на уровне здоровья, либо на уровне энергии, либо на уровне душевной энергии. Это самая лёгкая расплата. Всё постоянно находится в мире. И изобилие, самое главное, чтобы человек понимал, это не материальность, а одновременно и сила духовная, и сила душевная, и энергетическая, и физическая изобильность, и уже как следствие, как самое последнее материальное. И душа, энергия души всё это уравновешивает. Если человек говорит, что этот путь духовен, а этот путь недуховен, то он не ведает, что такое, по сути, духовность. Нет духовного пути. Путь – это движение во времени. Как уже говорил выше, духовность только в состоянии сознания. И вне времени, и вне пространства. Если ты достиг этого состояния сознания, то любой твой путь явный, уже, по сути, духовен. В мире и от совести. Человек в духе, любые его действия, как уже говорилось, идут от совести. Даже если ты пытаешься что-то сделать от ума, то мера всё равно и причинно-следственная связь всё выровняет. Не беспокойся и не суди других людей и, так сказать, в их отсутствии духовности, либо в их присутствии духовности. Всё будет по заслугам в меру. Смотри за собой и старайся сам каждую единицу времени стать лучше предыдущей единицы времени. Вот это вот единственный путь. А другой человек, как бы ни шёл, его мера сама всё разложит по порядку. Лучше смотреть за своим показателем чистоты единицы времени в присутствии. И вот что касается семьи. Один из факторов нашего космоса – это наша семья. Один из искусств творения. И вот гармония в развитии в семье. Духовная эволюция в паре. Вот большинство людей, так сказать, получали именно трансцендентный опыт не где-то там, преимущественно в горах, в церквях, в лесу, в ошельничестве, а именно в отношениях, в паре. И любовь и управление определёнными сексуальными спиральными энергиями позволяют перейти за границей подсознания из мира яви в мир прави, поднимая вибрации себя и своей второй половинки до осознанности, до уровня сверхсознания, то есть до уровня духа. Достигая просветления сознания и даже переходя парой в то, что мы на сегодня называем телосветом, либо пусть кому-то ближе термиловия, как радужное тело. В союзе любви и сексуальной энергии, и единения сознания проявляется термоядерная реакция Вселенной. Сексуальная энергия – это спиральная энергия, и есть энергия души. И, как раньше говорили предки, земля и небо находятся в духовном, вернее, земля и небо находятся в душевном соите между друг другом. Это, естественно, определенный уровень вибраций нашего состояния сознания, восприятия. И вот эта спиральная энергия трансформирует физическое тело на клеточном уровне во время каждого воссоздания, так сказать, соития. И от этой трансформации тело наслаждается, и мы это чувствуем. Когда мы это чувствуем, тело нам говорит, что тело с нами, так сказать, разговаривает своими ощущениями. И когда мы чувствуем спиральную энергию, когда клетки наши трансформируются, мы это ощущаем и от этого наслаждаемся. Когда же мы самосовершенствуемся и трансформируем тело, наше тело переходит от углеводородной структуры в кремниевую, от кремниевой в кристаллическую, а от кристаллической в световую. И вот мы на углеводородной структуре находимся и преобладаем качество воды. Человек рождается, 90 практически процентов мы состоим из воды. И вот первое, что с нами происходит, когда мы начинаем духовно самосовершенствоваться или трансформируем себя посредством спиральной сексуальной энергии, это первое, наша внутренняя вода начинает структурироваться. И на пике своей структурализации мы переходим в состояние кремния, то есть не значит мы становимся камнем, а то есть элементы кремния в нас начинают возрастать. То есть вода – хороший проводник энергии, кремний – еще более сильный проводник энергии. И как сегодня наука пришла к тому, к сожалению, только сегодня, что многие духовные мастера, их центральная нервная система пронизана моноатомным золотом. По сути, это и есть кремниевая структура, когда человек становится энергетическим силовиком и перешел эту трансформацию спиральных качеств сексуальной энергии. Его центральная нервная система становится эталонным проводником духовности и душевной силы, то есть спиральной энергии. Единственное, что может понизить энергию пары в соитии – это потеря семени. Именно эта причина породила сегодня множество традиций, диктующие нам сегодня целебат и воздержание. Человек с низкими энергетическими способностями разучился контролировать свои физиологические способности и сегодня считает, что семья и семяизвержение и наслаждение тела, пронизывая душевные энергии – это путь обратный от духовности. Если же человек опять научится разделять эти два процесса – чувство и физиологический процесс потери семени, то эволюция тела и энергии сознания многократно усилится. Самое главное – это научиться разделять энергетические процессы от физических процессов. К сожалению, эти два процесса происходят настолько быстро, что многие думают, что это один и тот же процесс. Цель – отделить одно от другого и оставить только энергетическое составляющее высоковибрационной энергии души, то есть спиральной энергии. И вот, как говорили наши предки, пара создается для взаимопомощи духовного роста. И вот семья также, помимо самосовершенствования, является основой жизни. Семья – это школа человечности. Семья должна способствовать постоянному росту отношений, постоянному росту любви и мудрости между собой и внутренних качеств. И также семья оказывает благодатное влияние на окружающий мир. Еще буквально сто лет назад Розанов заговорил о священном таинстве семьи. В древности вопросы семьи стояли на главном месте. По сути, Конфуций точно так же говорил, что семья и семейные отношения – естественный способ самосовершенствоваться и реализоваться. Началом всех добродетелей является семья. Вот, по сути, фактор важности семьи. И утвердить, раньше, так сказать, утверждали на уровне государственного правления только того человека, кто утвердился в семье. Если же человек не имел, так сказать, хороших отношений в семье, то он не способен хорошо управлять государством. То есть, не обуздав и не проявив способность творить на одном фрактале, то есть фрактал семьи, незачем браться за более сложный фрактал – фрактал государства. В семье оттачивается самое лучшее искусство нашего творения, искусство созидания, искусство любви. В семейных отношениях много аспектов. И вот один из самых главных – это взаимодействие полов, отношения между мужчиной и женщиной. И вот существует распространенное заблуждение, немножко я коснулся впереди высшей, что особенно среди людей, кстати, духовно ищущих, что семья является препятствием на пути самосовершенствования. И твердят о сохранении семени во избежание потери жизненной энергии. Проблема исключительно только в потере семени, а в их слабых каналах, энергетических структурах и силе сознания, благодаря которым все это можно контролировать. В семье, в паре приобретается цельность. Находясь в любви и починив себе сексуальную энергию, пара самосовершенствуется, опираясь на внутренний термоядерный синтез, превращая жизненную энергию по вибрациям многократно в душевную энергию. Душевная энергия – это самая вибрационная инструмент нашей внутренней трансформации. И вот природа сознания разделила, к примеру, мужчину и женщину. И вот не для того, по сути, чтобы мы разбежались. Все в природе целесообразно. Вот основная моя тематика, касаемая заявленной темы самосовершенствования через социум, через себя и влияния пары на самосовершенствование. Еще раз скажу, что семья – это идеальный способ как духовного самосовершенствования, так и искусства познания, твори и созидания. Главное только не показывать духовность, а просто быть духовным. И не показывать любовь, а любить. И вот каждый стремится к тому, что ему не хватает. И вот степень свободы определяет готовностью, по сути, все потерять человека. Я вот сейчас хочу завершить свою сегодняшнюю теоретическую часть своим недавним постом, который я пишу в книге. Это плод и путь к плоду. То есть определенный путь духовности и восприятия сознания. Я просто процитирую свои же слова, описанные, которые вы скоро увидите в моей книге. Итак, если тебе не хватает материального, то ты стремишься к материальному. Если тебе не хватает душевного, то ты стремишься к душевному. Если же тебе не хватает духовного, то ты стремишься к духовному. И если ты в достатке всем, то ты играешь в эту игру под названием «жизнь», в наслаждении, ты свободен от всего и не привязываешься в то же время ни к чему к этому, не боясь потерять, и играешь в любви и в моменте. И это я называю свобода и вольность, автономность. Это есть путь и познание мира. И в этом мы и познаем свою меру, полноту всех достоинств, то есть цельность души, духа и тела между собой. Цельность души, духа и тела между собой – это есть плод. И есть только четыре греха в этой материальной и дуальной вселенной под названием «мир». Быть несчастным и чувствовать себя слабым – этим мы придаем себя, свою божественность и безграничность. Второе. Быть бедным – значит ты слабовольный или глуп и не умеешь трудиться, или все вместе взятое, не способный обеспечить свой род или свой народ. Либо выбрал бегство от своих тренажеров и от своей ответственности, которое учит тебя быть творцом и созидателем. Но богатство, еще раз повторюсь, я вернусь к изобилию. Богатство – это нематериальное. Кто-то увеличивает свое богатство, то есть свою духовную силу, кто-то увеличивает свое богатство. Богатство – дар Бога, душевную твою силу, кто-то энергетическую силу, кто-то – все вместе взятое. Именно здесь об этом богатстве идет речь, трудиться. Далее, третье. Не слушать о совести и идти против нее. Если мы идем против совести, либо не слышим, не слушаем ее, значит наш выбор и цели ложны, а также способны причинить вред другим хорошим людям. По сути, других людей больше не существует. Все мы идеальны, все мы хорошие, только ум начинает разделять. Любого человека мы притягиваем в меру своего получения опыта. В своих друзьях, как уже говорил, мы видим свои преимущества, в своих врагах мы видим свои недостатки. И тот другой проявился, чтобы сделать нас лучше. Четвертое. Не самосовершенствоваться. Если не самосовершенствоваться, значит жизнь пустая и проходит зря. И вот в этих четырех дуальных грехах мы познаем, постигая меры. Это и есть путь к плоду. А плод, как уже говорил, это цельность, гармония между духом, душой и телом. Это состояние просветления тела, просветления души и просветления духа. И в совокупии это дает проявление духа через себя в явь, то есть тело света. Вот по сути на этих словах я хочу закончить свою теоретическую часть. И сейчас уже тогда по вопросам пообщаемся. Хорошо. Хорошо, что у тебя получила вступительная теоретическая часть. Давайте мы прервемся на музыкальную паузу. Я чуть-чуть побольше сделаю, больше пяти минут, чтобы люди могли отойти, кому необходимо. Или наоборот что-то сделать. И потом мы продолжим разбирать тему, уже перейдя к вопросам, которые в чате поступили. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Это божественное, то и других тогда не полюбишь. В том смысле, что тогда построишь. Напоминаю, что Народное славянское радио – это открытая площадка, которая была организована добровольцами. У нас нет каких-то спонсоров, нет у нас хозяев, которые нам что-либо там показывали, как надо чего-то делать. Мы существуем только благодаря нашим радиослушателям. Если радиослушателям нужно такое радио, то оно будет существовать. Если оно не нужно, то существовать не будет. Естественно, без вашей поддержки, само собой, существование радио невозможно. Об этом мы уже неоднократно говорили. Сейчас мы продолжаем настраивать сервер. Сервер приобрелит. Нам необходимо еще кое-что там докупить, кое-что поднастроить. Я отвечаю на вопросы, которые здесь в чате у нас возникают. Так что, если у вас есть желание или материально поддержать, или технически поддержать, или поучаствовать в создании эфиров, нарезками, заняться озвучкой, заняться, пожалуйста, приходите. Радио Народное. Будем вместе с вами делать жизнь лучше. Итак, Дмитрий, к вопросам переходим? Да, давай. Кстати, ты вот сидишь, у тебя аудитория там тоже присутствует. Так что, если у аудитории есть какие-то вопросы, ты также можешь озвучить и что-то сказать. Тебе приоритет отдается в этом смысле. Да, мы уже несколько дней вместе. Не знаю, у людей остались вопросы, не остались, но сейчас посмотрим. Ты уже достал всех, да? Да, да, смеются сейчас. Хорошо, да, я слышу. Ну, давай тогда, наверное, до эфира, которые вопросы поступали. Кстати, сразу скажу, что у нас есть авторы, страница авторов. Вы можете на сайте прямо найти авторы. И там рядом с каждым автором находится кнопочка «Задать вопрос». Вы можете задать вопрос, перейдёте в форум обратной связи, где уже автор будет указан. И просто пишите для этого автора свой вопрос. И автор получает вопрос и отвечает на него в меру своих возможностей, желания, занятости и так далее. Итак, первый вопрос был от Та-ме-ла-на. Здравия тебе, Дмитрий, просветление. Первый вопрос. Верна ли последовательность упражнений «Железная рубашка» и видео на Ютубе Дмитрия Лапшинов о практике «Железная рубашка» и важна ли последовательность упражнений? Ну, я коротко отвечу, что там не совсем верна правильность упражнений, потому что её немножко поменяли сейчас. Мастер-хранитель знаний ДАЛС, он её сейчас изменил на более качественное и активное самосовершенствование проявления «Железной рубашки». А что касается последовательности, да, последовательность важна и очень важна. Вот тем самым ты, мне кажется, дал очень простой ответ многим людям, которые любят всё выполнять по инструкции. С одной стороны, да, последовательность важна, но с другой стороны, мы видим, что любое знание, оно не статично в этом мире. Оно постоянно совершенствует, изменяется. И изменяется и совершенствуется потому, что люди сами совершенствуются. Да, несмотря на то, что мастер, может быть, на порядок вышел по знанию, по развитию, по ощущениям этого мира, чем его ученики, он все равно сам продолжает быть учеником в этом мире. И по секрету вам скажу. Друзья мои, мастера на вас учат сам. Так, второй вопрос. Есть ли видео об этой практике на сайте с конкретным описанием техник или только на семинаре? Нет, это является закрытой тайной техникой даосской, и она не принадлежит распространению. Это изучается только на занятиях, проявляется. Единственное, есть видео, где кратко описано, то есть последовательно для тех, кто уже ее знает, и выполнять. Так как эта техника очень сильная, сакральная, и если ее начать активно распространять в свободном доступе, то она будет попадать тем, кому она еще рано. Ну, по сути, на уровне двух осинкратичность событий куется своим образом, но мы тоже должны свое умение творения проявлять и так далее. Поэтому нет обширного и четкого видео нету, и не будет. Скорее всего, даже здесь слово «семинар» не совсем уместно в этом случае. Да, 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 да. Конечно. Хорошо, третья часть вопроса. Через какое время после практик можно применять душ, принимать душ? Желательно, чтобы прошло 30 минут. Даже такие тонкости есть. Так, дальше, Леонид Злобин из Вологды также задал вопрос до эфира. Здравствуйте, хочу задать вопрос, на который хотел бы услышать ответ. В предстоящем эфире с Дмитрием Лапшином 13 апреля. Ну, то есть сегодня. Комментарии на его странице ВКонтакте к этой новости закрыты. А куда писать вопрос, не знаю. Но он говорил, чтобы написали вопрос. Вопрос очень острый, опасный для вашего радио. Вот так нас попугивают. Я пойму, если вы его прогнорируете. В общем, в преданиях и сказах всего мира есть образ нелюдей. Вампир, вурдалаки, упыри и так далее. Называют их по-разному, но описание едино. Они существуют и сегодня действуют еще более активно, чем раньше. Сегодня они занимаются похищением, обескровливанием и каннибализм по всему миру. Также затваривают и обычных людей, прикрывая бесчисленное количество трупов медийными войнами в Сирии, Ливии, на Украине и так далее. Лжепадениями самолетов, инсценировками несчастных случаев, похищения людей идут по всему миру. Как в лече сварги действовать в отношении нелюдей? Надо ли с ними бороться или нужно работать над собой и в твоей жизни эта мерзость обойдет тебя стороной? Вот такой сложный, на первый взгляд, вопрос. Но посмотрим, что у него отвечает. Да, не то слово. Для ума. Итак, что касается всех этих определений, вампиры, вурдалаки, сегодня одним и тем же словом можно назвать разные состояния человека. Допустим, в Спасе есть состояние как характерник, так и есть состояние вурдалак. Но это не значит, что он вампир-кровопийца. Этим раньше состоянием называли человека, который разрастил себе вторую душу, то есть стал бессмертным. И он был великим воином. И имел, так сказать, смысл совершенно другого, нежели описано сейчас было в этом вопросе. Поэтому то, что мы слова одинаковые, а состояния могут быть разные, по существованию, там, существует, не существует, я не скажу. Но занимаясь и самосовершенствуясь, вообще, по сути, мы притягиваем в себе то, кого заслужили по принципу резонанса. Занимаясь, мы просто будем повышать свои вибрации, и в результате которого синхронистичная события будет более гармонично складываться вокруг нас. То, что касается системы сварги, да, там есть ключи определенные активного и целостного самосовершенствования, они просто активно будут поднимать вашу частоту вибраций. А уже дальше, кого притянете, это уже как человек будет практиковать. Если ожидает и боится, то притянет свои страхи. Страх и боязнь – это все равно, что молиться, чтобы это произошло в нашем поле событий. Поэтому в системе, да, отвечу, ключи есть для активного самосовершенствования вибраций, а там уже как будет кувать свою практику. Ну, суть-то какая, давай так подойдем. Надо как-то с ними бороться, бегать за ними с колиями осиновыми, или все-таки просто сесть, помолиться или помедитировать, да, их все. Что касается этого, ну, во-первых, самосовершенствоваться однозначно, а физически тоже не спать. Если появился человек, который пытается нас в чем-то ущемить, то мы и должны и за себя уметь постоять. Постоять цельность и духовность – это не значит быть отшельником и защищенным. Цельность – это когда человек одновременно от момента может быть одновременно и волхвом, и витязем, и тружеником в весе. Когда надо, мы трудимся, когда надо, мы можем за себя постоять, за свой род, за свою семью, либо за свой народ. И одновременно мы творец-мудрец. Конечно, надо за себя стоять, если пришла такая ситуация. Ну, в общем, здесь хорошо ты сказал, мне кажется, что должно быть все комплексно. Если человек только занимается медитацией, ну, да, это все здорово, все отлично, это один из вариантов совершенствования. Может быть, такой путь и нужен этому человеку. Но, с другой стороны, если он не поддержит физическое свое тело в нормальном состоянии, то в этом случае, как он тогда сможет мне при необходимости проявить какие-то воздействия на того, кто себя ведет не очень хорошо. Но, с другой стороны, опять же, может быть, в его жизни это и не понадобится. Так вот, понадобится, не понадобится, как говорится, решать не нам, да, оно там решается выше, и надо быть готовым ко всему. Так, хорошо, следующий вопрос от Ларисы, тоже пришел до эфира. Концентрация в животе на дань тени теряется, шар увеличивается и ощущая себя внутри шара. Это лечит ЖКТ. Или это лечит ЖКТ, вернее, такой вопрос здесь. Или надо только внутри живота в дань тени шар ощущать. И что такое латка живота? Итак, при фокусировке внимания на Нижнем Царстве, на нашем котле силы, то, что буддисты, допустим, китайского направления, либо даоса называют, дань тянь. Да, при фокусировке внимания на нашем котле силы, царстве жизни, там будет увеличиваться энергетический потенциал, и все, за что ответственен котел силы Нижнее Царство, будет увеличиваться, укрепляться. Это наш аккумулятор энергии рас, это наша физиологическая сила, это наши все внутренние жидкости, и в том числе наш желудочно-кишечный тракт, как один из проявлений яви. В Нижнее Царство это наша сила яви, и сила эфирная. Поэтому, да, если интересует желудочно-кишечный тракт, то будет укрепляться и развиваться. Вопрос, что там еще было? Ладка живота. Что такое ладка живота? Ладка живота – это нашим языком массаж живота. Если она имеет в виду о практиках первого уровня, там есть лад живота, упражнения, то это определенная дыхательная практика, которая ладит и укрепляет наши внутренние органы. Ты знаешь, здесь, наверное, опять же комплексно надо подходить. Есть дыхательные упражнения, а есть то, что ручками мы делаем. Вот ладка живота, она в себя включала то и другое, и третье. Но здесь, скорее всего, если мы говорим именно ладка живота, то это силовой массаж внутренних органов живота через проминание, через продавливание и так далее. Есть такой путь ладить живот, ладка живота. А есть, да, спецтехника. Там не просто человек дышит, а он еще работает животом, тоже себе точки включает, то есть руки применяет. Где это все в симбиозе? Так, следующий вопрос пришел от Андрея, но я, честно говоря, так и не понял. Тема «Послушать прямой эфир сегодня Дмитрию Лапшинову. Поучаствовать в прямом эфире Лапшинова». Это Андрей Истаздрав. Знаешь такого? Да, знаю, знаю. Но почему он обратился ко мне, а не к тебе, я, честно говоря, не понял. И без твоего согласия я бы все равно не включил этого человека. А пришел он буквально перед эфиром. Ну, хорошо. На будущее, люди, друзья, если вы хотите поучаствовать в эфире с каким-то из соведущих, то в первую очередь, если вы знакомы с соведущим, то необходимо с ним связаться, оговорить формат участия, и тогда уже меня ставить перед фактом, что вот мы решили вместе поучаствовать. Если же вы не знаете, то тогда заранее хотя бы за несколько дней вы должны со мной связаться и сказать, я хочу поучаствовать, я там оппонент буду или, наоборот, буду подсказывать или что-то еще. И тогда тоже будет приниматься решение, а не навредить ли его эфиру, и как это все будет восприниматься. Да, совершенно верно. Я хотел бы тоже сказать, Андрей, ты сначала тоже согласуй все со мной, как это и что это. И я об этом в первый раз тоже сам слышу. Хорошо. Ну, благодарю вас сейчас еще, в любом благодарю такого человека, который искренне написал, что хочет поучаствовать. Это вполне хорошо и вполне приветствуется, но только чуть не своевременно это оказалось. Лучше пораньше об этом заявлять. Так, дальше еще одно сообщение пришло. Опять железная рубашка, но здесь, я смотрю, полностью дублируется. Тоже про видео. Видимо, вот человек, Тэмилан, несколько раз думал, что мы не озвучим. Раза четыре, наверное, этого вопроса, может быть, пять уже написал, но мы уже озвучили. И переходим теперь к тем вопросам, которые поступали во время нашего живого эфира. Напоминаю, что вопросы мы берем из чата, которые находятся на сайте Народного славянского радио. Так, прямо в любом поисковике ищите Народное славянское радио. Попадаете на сайт slavmir.org. Slavmir, одно слово, .org. И после этого ищите слово чат. Если не зарегистрировано, то регистрируйтесь. Одна минута просто придумать все логины и пароли и не забыть, главное, его. Потому что потом говорят, ой, я забыл, что-то не помню. И потом можете задавать вопросы и переписываться с друзьями. Только не хамить. Вот это вот правило. Никого не ругаем, не обсуждаем, не обсуждаем, не хамим. Просто ведем дружеские беседы и саморазвиваемся. Сибирский ситх. Вот так вот. Вопрос Дмитрию. Как можно отлить своих близких, родных от болезней, физических и эмоциональных? Верно ли, что, развивая свой энергетический потенциал, будет целить их, передавая энергию через себя? Да, так и будет происходить. И качество этого будет напрямую зависеть от того, насколько сильно он себе увеличивает энергию, насколько он сам развивается и поднимается вибрацией. Если незначительно, то и не будет влиять незначительно. Если активно, то это будет заметно. Только надо еще не забывать одно, что иногда желание нужно спрашивать у близких, а хотят ли они исцелиться, излечиться. Потому что некоторые начинают, так сказать, насильственно заставлять других быть здоровыми. Вот этот путь очень интересный, но, наверное, это не наш мир, да, Дим? Конечно, конечно. Хорошо. Следующий вопрос эфира от Александра из Днепра. Очень важно для меня. Уже два года врач рекомендует поставить две сетки в животе, паховая грыжа. Скажите, Дмитрий, насколько вредны посторонние предметы в нашем теле? Влияют ли они на потоки энергии в теле, на вибрацию тела и потому подобные подводные камни? Вредны ли импланты для духовного и физического развития? Для духовного развития нет ограничений. И даже если человек попал в катастрофу, ему там прооперировали руку-ногу, он инвалид, в духовном самосовершенствовании ему ничто не ограничивает. Сознание не ограничено какими-то проблемами в теле. Для физического развития какие-то ограничения уже будут. Ну, в любом случае, наверное, уповать на какие-то импланты, на костыли человеку смысла нет. Надо самому совершенствоваться для того, чтобы как можно больше обходиться без костылей, без каких-то имплантов и всего остального. Потому что если вы в этот мир пришли таким, как есть, это означает, что вы таким этот мир должны покинуть, а не для того, чтобы в кавычках совершенствовать себя при помощи каких-то нововведений, искусственных и так далее. Если бы необходимы были эти искусственные нововведения, то вы с ними бы и родились, наверное, так. Ну, конечно. Только если у нее ситуация, возможно, это угрожает ее здоровью, она решает это во времени, только в этом случае. А так, совершенно правильно. Человек должен сначала применить все возможное и самостоятельное, чтобы стать лучше и сильнее. А уже потом, если это не помогает и ухудшается его состояние, можно себе помогать внешними источниками. Само собой, если угрожает телу, то жизни человека, то, естественно, необходимо что-то применить. Я просто к тому, что у нас очень часто бывает. Сначала мы куролесим что-то делаем по неведанию, по незнанию, а потом начинаем хвататься за голову, когда уже поздно пить боржоми. И вот здесь очень хорошо работает такая поговорка, которую уже неоднократно применял, что дурак учится на своих ошибках, а умный на ошибках дурака. Вот в данном случае, друзья мои, у вас есть возможность себе помочь и своим детям передать не глупость свою, а передать ведание, знание, ощущение этого мира. Поэтому, если вы поняли что-либо в этом мире, постарайтесь еще и дальше умность какую-то передать, знание, ведание, или хотя бы пробудить желание что-то ведать. Дальше вопрос в эфир от Енисея из Пятигорска. Здравия желаю, друзья. Дмитрий, поведай о цельности, целостности продуктов. Как лучше сохранить эту целостность и употреблять продукты правильно? Съев яблоко без косточек или без кожуры, оно уже не полностью усвоивается? Будет ли дерево, выросшее в искусственных условиях, городских, например, имеет сильные корни и крону, и давать здоровое потомство? Планируешь ли ты переезд на землю ближе к природе? Да, я сторонник и люблю жить на природе. Я стремлюсь к этому. Для меня природа – это отличная среда для самосовершенствования, но в то же время и неприрода тоже не оказывает какого-то сопротивления для духовного самосовершенствования. Ну, душа лелеет и тяготеет все-таки природу. Что касается цельных продуктов питания, то чем в продукте больше его первозванных элементов, там, косточка, кожура, там, мякоти, сумочка, тем активнее она усвоится. Человека питает не то, что он есть, то, что он усваивает, и чем больше элементов она первоначальных сохранила, тем больше ферментов в них присутствует, чтобы продукт сам себе активнее саморастворил. И поэтому, да, чем плотнее, чётче и цельнее продукт, тем активнее усвоится. То же самое, допустим, мёд. Вот как раз недавно здесь разбирали такой пример. Мёд. Если просто есть мёд, он усвоится неплохо, скажем так. А если одновременно употреблять мёд, пиргу, маточное молочко, нет, маточное молочко сюда не относится, мёд, пиргу и другие ещё элементы, воск, тогда усвоение будет активней, так как в каждом из этих элементов есть ферменты, которые способствуют усвоению противоположного. И вот такое в природе во всём, разделяя, падает акцент усвоения, сохраняя цельность, максимальное усвоение. То есть, насколько я тебя понимаю, проще и лучше взять, наверное, соту и её пожевать, нежели выкачанный мёд. Да, да, как раз хороший пример. И ещё раз вот здесь про городские условия. Так всё-таки, если ябло не выросло в городе, и вроде бы корни у неё и крона, будет ли она давать здоровое потомство, то есть яблоки с него какие будут? Ну, в зависимости, какие условия в городе. Может, этот дерево он посадит в городе рядом с парком, а может, это же дерево в городе поставит рядом с каким-нибудь химическим заводом. Тут много вариантов. Дерево растёт от внешней среды, питается и дышит, и поэтому вариантов масса. А ещё лучше закатать в асфальт и ждать, когда оно принесёт полезные плоды. Ну, хорошо, такой вопрос здесь больше риторический даже. Следующий вопрос в эфир от Кокорина Павла из города Киров. Дмитрий, здравствуйте. Влияет ли практика задержки дыхания на выдохе, на усвоение пищи, и можно ли выполнять такую задержку до и после принятия пищи? Ну, вот, мне кажется, ещё есть очень важный момент, о котором многие умалчивают, что пища должна быть, если уж вы пищей питаетесь, она должна быть очень хорошо пережёвана. Как вот некоторые шутят, говорят так, полушутку, жидкое надо жевать, чтобы оно превратилось в твёрдое, да? А твёрдое жевать, чтобы оно превратилось в жидкое. То есть, это только можно проглатывать. Ну, пожалуйста, графон передаёт. Отвечай на вопрос. Да, совершенно верно. Что касается жевать, это одно из правил питания. А правила питания гораздо важнее, чем уровни питания. И вот жевать однозначно человек должен до состояния жидкости, так как питает человека только то, что доведено до состояния жидкости, всасываясь в нашем тонком кишечнике в кровь. И что там она... Про дыхание. Про дыхание. Это если перед практиками, перед употреблением пищи человек будет заниматься дыхательными практиками, то это повлияет, да, на процесс усвоения, насыщения. После употребления пищи должно пройти минимум хотя бы минут 40-час, чтобы можно было бы качественно заниматься дыхательными практиками. То есть до питания это хорошо. Я иногда тоже так удивляюсь. Вот ты, в общем-то, не питаешься. Что ты так про пищу рассказываешь? Рассказываешь, ребят, да вообще бросайте вы это дело там, чавкайте. Вот переходите, вот образец, давайте с меня берите пример, да и все. Ну да. Ну да, ну да. Я вообще когда тоже вот недавно сейчас здесь общались, рассказывал, я когда переходил на вегетарианство, я сначала практически изучил всю вегетарианскую кухню, потому что меня беспокоило, что же я буду есть на вегетарианстве. Когда я переходил на сыроедение, я точно так же думал, что же я буду есть на сыроедении. Я изучал практически всю сыроеденную кухню, правила питания, все вот эти вот вещи. И вот мои друзья знали, как я готовлю, и постоянно, когда мы собирались, просеяли меня что-то приготовить. Поэтому о питании действительно было много пропущено через себя. А что касается бросать, не бросать, есть ли бы уровень питания, это дело каждого, дело индивидуальное. Мы в системе не твердим, что ты должен быть проноед и никак иначе. Питание – это следствие. Человек занимается, самосовершенствуется, и со временем его энергетический потенциал вытесняет пищу. И чем высоко вибрационнее сознание, тем быстрее это произойдет. Но, тем не менее, говорим много о питании, так как питание – это фундамент для развития и тела, и души, и духа. Ну, раз мы говорим про питание дальше, то и вопрос следующий от Павла из Томска. Если человек переходит на сыроедение, плюс занимается дыхательными практиками, его щелочной режим начинает расти. Вопрос – что происходит с бактериями, вирусами и паразитами? Стоит ли их дополнительно травить и как-то себя чистить? Или они сами умрут и выйдут из организма? Помогает ли голодание? Сколько нужно проголодать, чтобы полностью избавиться от паразитов? И тут, наверное, голодание можно перевести. А помогает ли параноедение? На 40 дней так параноедение раз вошел. Ну, хорошо, отвечай. Итак, вирусы и бактерии и паразиты присутствуют только в кислотной среде. И чем кислотнее среда тела, тем активнее вирусы и бактерии и паразиты и более вредоноснее. И именно поднимая свой внутренний потенциал, переводя себя из кислотности в щелочность, то, что сегодня в медицине мы называем как ПАЖ, мы избавляемся, по сути, перейдя в щелочную среду, мы избавляемся от вирусов, бактерий и паразитов, но не одномоментно, а постепенно. В щелочной среде вирусы не выживают, грубо говоря, им там неинтересно, им там нечем питаться, и это вообще среда, убивающая их. Но это среда благостная для нас. Поэтому можно либо внутренне развиваться, поднимать свой ПАЖ, со временем не выйдут. Ну и, в принципе, мы можем помогать себе извне применять какие-то очищающие практики либо очищающие средства. Но желательно, если применять внешнюю алхимию, то исключительно травяную, натуральную, либо коренья травы, та же крапива, та же касторовое масло, скажем так, только исключительно натуральное, что не убьет нашу микрофлору кишечника, либо более благостно это сделает. Дима, а ты вообще замерял ПАЖ свой, вот сейчас в состоянии, в котором находишься, у тебя какой уровень ПАЖ, то есть щелочной баланс какой, кислоты щелочной? Перед своим ретритом я проводил как-то... Вот опять иностранные слова бросаешь, там ретриты, ну хорошо, так. Проводил занятия в Киеве, и меня там проверили, проверили, но исключительно вот эти вот, на лакмусовую бумажку. Там было 7,4. Ну это что, слюна? Что это? Да, это слюны. А кровушку не мерил, нет? Нет, кровь не мерил, мне как раз предстоит скоро исследование. Ага, ну вот дождемся, тогда и будем понимать, что там творится у нашего праноеда. Так, мне нравится, читаю чат, и вот радостно становится. А у нас тут появился вопрос, как раз по комиссии этой темы касаемся. Сейчас. Я думаю, с семьей вопрос такой. Вот разноват получается, кто-то начинает с другой образ жизни, допустим, жена, а муж, он как вот уперся. Что же делать, чтобы не было разноватой семьи? Повторю, повторю вопрос. Да, повтори, а то там слишком сильно эхо было. Если разлад, допустим, семьи, один самосовершенствуется, а другой нет, категорично против, либо что-то в этом роде. Ну, здесь первое. Чем ближе наша половинка к нам, то есть человек к нам, в данном случае семья, тем ближе наше подсознание, теснее мы на уровне подсознания. И развивая сознание, свое собственное, это через наше единое подсознание начнет влиять и на него. Это первое. Второе. Но это не очень быстро. Это определенный длительный процесс. Все зависит от качества практикующего в сфере своего сознания. И здесь главное дать волю своей второй половинки быть и получать удовольствие в своих ценностях и создать условия, чтобы тот смотрел на наши ценности точно так же положительно. Пусть их не разделяет, но мы должны давать волю друг другу быть счастливыми в своих ценностях, раз уж сложилась ситуация, что мы смотрим в разные направления. Постепенно, если мы разделяем ценности своей второй половинки, он это начнет ценить. И как только он начнет ценить, что моя вторая половинка меня поддерживает, понимает в моих наслаждениях и воззрениях, она начнет понимать нас в наших ценностях и воззрениях. И тогда уже мы начнем слушать друг друга, прислушиваться и говорить о важности либо эффективности своего вида, своего воззрения. То есть, другими словами, сначала оценить воззрение его, он это почувствует и научится слушать. И когда научится слушать, говорить о качестве своих. И там уже главное не навязывать, а с точки зрения нейтральности, а показать плюсы и минусы своего пути, но однозначно уже необходимо будет принимать ему выбор. Тут уже искусство, как мы показали плюс, а если мы пойдем по этому пути, либо показали минус, если мы не пойдем по его пути. Как он осознает это? Надо всегда понимать, что слово «половинка» означает половину чего-то целого. Вот представьте себе, к примеру, тело человека, где одна половинка – это такой культурист, а вторая половинка – ботаник. Вот как они между собой будут, целые создадут? Нет. Вот они должны как минимум друг другу соответствовать. Но часто бывает так, что человек или выходит замуж, или женится на другом человеке, у которого как-то сознание что-то по проблемке есть, если в простонародье говорить. И в этом случае всегда необходимо понимать, что более высокодуховное существо всегда может снизойти до более низкого, для того, чтобы встать на его позицию, понять, что происходит, и помочь ему взобраться, нежели чем тот, который менее развитый, будет помогать понимать себя тому, кто свыше. Вот если происходит, что низшее пытается понять, высшее – это нонсенс. И в этом случае-то вопрос, а вы себя к кому относите, да? Вот всегда в семье тот, кто более развит, он всегда поймет того, кто менее развит, и поможет тому развиваться. Если же вы все время боретесь, сражаетесь, то это не говорит о вашем каком-то высоком духовном развитии. Вообще, я тут хотел сказать, вот недавно посмотрел чат, и так повеселился. Цитата. А что, эфир уже начался? Это через полтора часа, после начала эфира. Так, дальше. Да, ну нормально. Конечно, да-да-да, идет ответы уже. Так, дальше. Сейчас я проверю, все мы здесь ответили по этому вопросу. Ну, про паразитов, да, все понятно. Следующий вопрос. Миколаевич. Вопрос в эфир. После удаления аппендицита появился лишний вес. Как вернуть форму? Ну, во-первых, аппендицит не удаляют, аппендикс удаляют. Аппендицит – это сама операция. Итак, операция аппендицит прошла, удалили аппендикс, и появился лишний вес. Как вернуть форму? Когда удаляет один из наших органов, у нас меняется гормональный фон. То есть, наши железы начинают по камеси работать в прежнем режиме, несмотря на то, что уже ситуация, грубо говоря, поменялась в обмене веществ. И наша форма нарушается. Здесь мы необходимо начинать с гормонального, так сказать, дать импульс гормонам восстановить нас по принципу золотого сечения обратно. То есть, пробудить наши железы. Аппендикс – один из таких мощных фабрик по производству нашей микрофлорокишечника. Но наш организм настолько умный, что если чего-то не хватает, какого-то органа, то есть функция, чтобы эти функции распределить между другими органами, либо между другими железами. Но если организм кислотный, то этого распределения обязанностей не произойдет. Поэтому человек обязательно должен поднимать себя из кислотности в щелочности, чтобы организм начал видеть, что чего-то не хватает, и распределять обязанности между другими органами и железами. Это первое. То есть заниматься дыхательными практиками. И второе. Физика, гимнастика. Заниматься собой. Прямая техника для физического тела – это физические упражнения. Прямая техника для сознания – это медитативные упражнения. И так далее. Нет смысла тело выстраивать второстепенными, вернее, косвенными упражнениями, допустим, через ментал, либо через еще что-то. К телу ближе всего физические упражнения. Поэтому они быстрее всего и помогут. Так, хорошо. Следующий вопрос. Сейчас я проверю. Не убежал никуда. Следующий вопрос от Ингварь. Вопрос в эфир. Если все знания находятся внутри нас, зачем тогда существует материальный мир вокруг нас? Этот мир является ступенью нашего развития. Закончив эту ступень, мы все равно его покидаем и перейдем в иную категорию. Если бы познание мира заключалось лишь в нас самих и не требовало ничего изне, то достаточно было бы уйти, жить отшельником и заниматься лишь собой. Однако мы получаем все наши уроки через общение и познание материального мира. Иначе какой смысл им заниматься? Такой философский вопрос. Ну, я, наверное, думаю, это тот человек, который через полтора часа спрашивал, а что эфир уже идет? Я практически сейчас... Нет, нет, нет. Нет, нет. Это в самом начале. Я практически сейчас про это самое и рассказывал. Итак, внутренний мир позволяет нам быть духовней, мудрее, просветленней. На внешнем мире мы приобретаем и учимся способностью творить, созидать и становиться творцами. То есть внутренний мир поднимает вибрации и куется на хронистическом событии вокруг нас. А внешне это наше отражение, наших внутренних печатей, на которых мы учимся и тренируемся быть творцами. Становясь сначала, сформировав одну поле, допустим, в семье, потом в социуме, потом реализовались. Это искусство творения. Какие мы творцы, если не можем формировать, формировать даже в Яве простых отношений между кем-то и чем-то? Кстати, я уже писал, что он уже ответил, так что это тот-то неправ, когда на него наехал. Он уже там писал. Здесь появился взамен вопрос в мою сторону. А если этот более развитый, сколько не будет говорить менее развитому, помогать, так и не сможет достучаться. Менее развитый будет считать, что более развитый неправ и настаивает на своем. Так в этом себя и прелесть, что более развитый потому и более развитый, что он когда-то проходил этот путь обучения, когда-то он был на позициях менее развитого, и он прекрасно знает, что там происходит. Поэтому он достучаться, доломиться, допрыгнуть, докричаться, предпринимать такие действия не будет. Он просто будет действовать так, как надо, с точки зрения, как надо помочь тому человеку. Вот и все. Поэтому иногда у нас есть ощущение, что мы более развиты, но ощущения, они всегда подтверждаются нашей практикой. Вот что мы на практике и делаем, то мы и есть. Вы можете о себе возомнить что угодно, хоть богами себя считать, хоть там супер-пупер какими-то, я не знаю, канарейками, но практика покажет, кто вы есть на самом деле. Итак, следующий вопрос. Миколаевич, вопрос в эфир. Как поменять мысли со зла на добрые? Кто-то внушает злодеяние? Я даже не знаю, здесь просто многоточие стоит. Да, здесь кто-то внушает злодеяние, можно так, или кто-то внушает злодеяние. Вот давай и так, и так посмотрим. Итак, кование внутреннего диалога. Обычно для того, чтобы объяснить этот процесс, необходимо создать два определения сознания и подсознания. Обычно для наглядного образа, что такое сознание и подсознание, я применяю терминологию и образ труженик и поле. Точно так же, как что труженик на поле посеет, то на поле и прорастет, точно так же и то, что мы на уровне сознания думаем, и чем больше мы думам уделяем внимания, эти мысли формы крепнут и усиливаются в нашем подсознании. И потом через подсознание проявляются, как уже окрепшие, и мы это замечаем, как внутренний диалог. И вот то, о чем мы думаем, это наши качества и нормы поведения прошлого, либо этого, так сказать, воплощения, либо прошлых. И вот уже формируется из подсознания, как, и мы это наблюдаем, как внутренний наш диалог. Как поменять мысли на хорошие? Менять и бороться с плохими мыслями на хорошие, это равносильно тому, что, как я уже говорил в начале, это все равно, что красить золото золотой краской, либо пытаться спрятанное солнце за тучами разогнать белыми облаками. Необходимо рассеять и тучи, и облака. И, по сути, и хорошие мысли, и плохие мысли – это по-прежнему останется игрой ума. Необходимо войти в состояние глубокого сосредоточения ясности, то есть присутствие, где растворятся и плохие мысли, хотел сказать и хорошие мысли, но любая мысль – это уже нас выбивает в дуальность. Любые мысли и темные, и светлые. И именно в этом чистом состоянии сознания человек начнет приобретать знания. И ему уже нужно будет не логические знания, а у него будет мудрость. То есть прямой ответ на любой, происходящий к нему, попадающий к нему вопрос, либо на любую ситуацию, он будет уже знать ответ. К примеру, потерял дома ключ. Просто наглядный пример, хороший пример. К примеру, потерял дома ключ, один будет вспоминать, куда он их положил, другой начнет бегать и искать, где они в квартире лежат, а другой в чистом сознании просто пойдет и возьмет, где они лежат, даже не задумываясь, и причем не ошибется. Поэтому не нужно менять мысли, надо менять силу, ясность сознания в более высокоборационную сторону. Да еще можно такой совет простой дать. К чему вы стремитесь? Вот куда вы стремитесь, такие инструменты вы подбираете. Если вы идете в какую-то грязь, в этом случае грязи будете набираться, вам нужна будет лопата, чтобы эту грязь разбрасывать, веник, совок, что угодно. Если вы идете на паркет на какой-то, то, наверное, вам и там чисто и хорошо, то, наверное, вам нужны будут тапочки или бальные туфельки или что-то еще. Что вы хотите в этой жизни получить? Такие мысли вам, как инструментарий, будут приходить. Здесь все очень просто и однозначно. Если вы, опять же, стремитесь мир изменить, но при помощи дубья, то в этом случае тогда это дубье будет проявлением ваших тех мыслей, когда вы всем по макушкам будете долбить. Вот и все. А если вы хотите мир изменить через добро, через радость, через пример свой, то в этом случае какие темные мысли к вам или там злые мысли могут прийти? Следующий вопрос. Этфир от Енисея с Пятигорска. «Психологические блоки лучше удалять практикой сон, бодрствование и концентрацией для снятия вкусовых пристрастий? Или есть другие эффективные практики? Есть ли связь с теми, кто уже достиг просветления тела, души и духа? Какие задачи перед ними стоят? Всем душам предстоит пройти просветление в этих трех фундаментов написано». Не знаю, как прочитать. В общем, это вопросы такие. В общем, что делать, короче? Так все проще. Что делать? Да, хороший вопрос. Давай начнем. Этфир сначала. Ну, давай сначала. Вот «Психологические блоки лучше удалять практикой». Сон, бодрствование. Я с этого давай начнем. Итак, сон, бодрствование – один из инструментов внешней закалки. Да, он начинает шлифовать нашу психику, очищать блоки всевозможные. Это поможет, но только в том случае, если человек обладает определенным энергетическим потенциалом. Так как для того, чтобы поддерживаться себе в бодрствовании длительное время без сна, он должен находиться в силе энергетической. Поэтому это третий уровень закалки. Для начала хотя бы применить первый уровень закалки – еда-голод. И постепенно подготовиться к этому. Прямой метод очистки и трансформации психики – это работать через то же самое, через сознание. Так как именно сознание формирует внутренний диалог, а внутренний диалог уйдет к психику. А уже существуя на уровне психики, мы формируем действия, как реакция на внешние раздражители. Вот корневой метод – это сознание. Но это путь для сложных, для тех, кто готов к таким практикам. Это сложный путь, к примеру, скажем, для начинающих. И поэтому можно попроще через психические состояния. Психические состояния растворяет душевное состояние. То есть тут применяется техника третьего фундамента. Когда человек входит в третий фундамент и старается не столько, сколько заниматься практиками, а столько, сколько удерживать себя в этом состоянии. Как можно дольше. И если человек научится держать это состояние больше двух минут третьего фундамента, а третий фундамент, просто скажу, может кто-то не знает, это состояние любви и счастья. Если кто-то вошел в это состояние, ну кто занимается у нас, я думаю, тот, кто задавал этот вопрос, он уже знает, как вводить в это состояние, хотя бы как минимум теоретически. Если человек вошел в это состояние и пребывает в нем больше двух минут, то это состояние становится более-менее естественным. Если же человек научится входить в это состояние больше десяти минут, находиться в нем, то он останет постоянным, растворив все психические блоки. Так, дальше там были еще уточняющие вопросы. Есть ли связь с теми, кто уже достиг просветления тела, души и духа? Ну, скорее всего, к тебе. У тебя есть связь с такими людьми? Тот, кто достиг просветления тела, просветления души и просветления духа, имеет тело света. Это структура тела света. После этого приобретения опыта явной связи уже с этой личностью нету, потому что он уже растворился и стал всем. Нет, у меня такой связи нету. Я знаком только с подобными явлениями от своих учителей, и все. А какие задачи перед ними стоят? Мне кажется, такие вопросы, они несколько затягивают эфир, но ответы, данные человеку, который даже не достиг некоторого просветления, ничего не дадут, на мой взгляд. Но что мы будем рассуждать о том, а как живет солнышко там, а какие у него там? Друзья, давайте чуть поднимемся, а потом уже сами, когда солнышками там уже наметим стать, тогда уже и будем про это говорить. Так, дальше. Всем ли душам предстоит пройти просветление этих трех фундаментов? Ну, на уровне Духа мы уже и прошли этот опыт, и только начинаем, и уже где-то посередине там проходим. Только на уровне у дуального сознания, обремененного умом, мы плывем по прошлому своего уже реально существующего. и поэтому, по сути, да, мы все обречены на и на тело света, и на просветение сознания. Вопрос только времени, который будет ускоряться вашей практикой, либо силой сознания. Здесь такое, зачем ведущий отвечает на вопросы, когда спрашивает ведущего? Вопрос задается Дмитрию, когда спрашивает Дмитрию. Дмитрий, если мои комментарии мешают тебе, так скажи. Нет, все здорово, и я бы аналогично ответил, возможно, только другими словами. Пока, если что, я просто поправил бы, если бы имел бы другое воззрение. Дальше, следующий вопрос от Павла из Томска. Как вылечить такие болезни, как псориаз, экзема? В чем кроются причины заболеваний? Какие практики, виды питания помогут излечиться? Все, так сказать, корни любого недоумения, недуга, это наше подсознание, подсознание, которое формируется через явь, и мы видим отражение уже на теле определенное. Устранить уже сформированный недуг можно через тело, занимаясь практиками телесной очистки и дыхания, и в то же время параллельно работать с корнями. Работа с корнями – это тоже самая работа развития сознания. Корней других больше нет. Через тело человек должен поднимать свой ПАЖ. Как сказал очень хорошие слова мой хороший знакомый профессор Агулов, что болезней не существует никаких. Есть только диапазон ПАЖ, кислотно-щелочные балансы. Если человек в кислотной среде, то он проявляет болезни. Если в щелочной, он их преодолевает. И нет различия, какие именно болезни – онкологические, либо просто простудные. Работаем только над своим ПАЖ. Это единственная планка, устраняющая все. Все остальное, это я уже хочу от себя сказать, а то, чтобы к нему не прилетело, все остальное – это уже бизнес медицины. Поэтому поднимаем ПАЖ. Прямой метод поднятия ПАЖ – это дыхание косвенный. Это помощь внешних алхимий, там через траву, препараты. И устраняем синие дуги. Еще, наверное, стоит ответить, здесь отметить, что хорошо бы включить еще подвижность тела, постоянное. Потому что многие начинают применять какие-то препараты, да, но при этом не двигаются совершенно. И там происходят застои лимфы, крови, жидкости и много чего неприятного. Совершенно верно. Именно движение, физическая деятельность начинает проявлять у нас самых два сильных гормона – гормон роста и тестостерон, которые, в свою очередь, начинают выжигать все блоки и токсины. И еще, по-моему, там вопрос был про пищу, какую пищу употреблять, чтобы поскорее выздороветь. Ну да, виды питания какие помогут излечиться? Больше, пускай, включая свой рацион питания, растительную пищу, причем не белковую, а углеводистую. И самое главное – не уровень питания, а правила питания и углеводы. Вот здесь, наверное, сказать, чтобы так проще, что овощей, наверное, побольше кушать, да? Да, именно углеводы, овощи, крупы, возможно, если он, допустим, вегетарианец, но не белковые. Ни в коем случае. Потому что здесь уже пришлось отвечать в чате по вопросам, а как там готовить крупы, но я думаю, это отдельный разговор у нас будет. Это уже, да, это все сквозные вопросы, косвенные вопросы можно найти и в интернете. Дальше, Виста. Вопрос от Виктора Дмитрия. В прошлом эфире ты упомянул практику поднятия колодцев, как представляющие, предотвращающие для взращивания в себе умения осознанного сновидения. Ты говорил, что за 10 минут можно, нужно вспомнить свою жизнь за прожитый день для начала. Начал практиковать поднятие колодцев. Скажу, что время не контролирует, так как состояние пограничное между сном и бодрствованием. Когда удается дойти до подъема, до отбоя, то ощущение, что прошло более 10 минут. Ну да, тут, возможно, либо я сказал так, либо он услышал не совсем правильно. Практика колодцев, что это? Это, по сути, просмотр перед сном. Когда сначала человек начинает прокручивать перед сном весь свой день от начала просыпания до момента засыпания, чем больше деталей вспомнит, тем лучше. И вот обычно на перепросмотр у человека уходит, к примеру, минут 7-10. Дальше с опытом он начинает уметь прокручивать этот перепросмотр своей яви очень быстро, практически за несколько минут. И за несколько минут он может прокрутить максимально больших деталей. Там с кем-то встретился, поздоровался, там встал с левой ноги, там умылся, потом присел. В общем, максимально много деталей, практически за 2 минуты. И вот если за очень короткое время человек способен прокрутить весь день, это называется уровень одного колодца. Потом точно так же он учится вспоминать несколько дней и неделю. Неделя – это уже уровень колодца 2-го. Третий колодец – это когда за несколько минут человек способен прокрутить месяц. И после того, как он достигнет таких результатов, у него моментально откроется кладезь. Последний колодец – это он начнет вспоминать, вернее, свои воплощения. – Хорошо. Виталий, вопрос в эфир. По-моему, если очень простая мудрость, хочешь изменить общество и мир, начни с себя, так зачем еще что-то придумывать и надумывать? Но это больше не вопрос, наверное? – Ну да, совершенно верно. – Хорошо. Вопрос в эфир. Эберлинг Дмитрий, Германия. «К сожалению, а может быть, к счастью, железную рубашку в Литве перенесли, и поэтому я не смог приехать. Дима, а ты сможешь дать железную рубашку, когда будешь в Германии? Или, может быть, уже знаешь, когда будет следующее где-нибудь в Европе? Можно ли заниматься по книге Мантекчеа, чтобы достичь тех же результатов? Ведь описание ступеней железной рубашки, которую ты даешь, идентично описанию в книге. На тренинге приходится сразу все три ступени, проходится сразу все три ступени, или каждая отдельно. И что насчет других техник, которые ты у себя на сайте описываешь под общим названием «Кремень»? Или ты их еще не даешь? Благодарю за деятельность, знания и вдохновение, которые ты даешь. Ну что, по порядку вопросов? Еще разок прочитать. Я все запомнил, сейчас отвечу. Что касается первого «Кремень», который сейчас преподаем, преподаю по Камесь первый уровень, потому что начал эту систему преподавать только с этого года, и по Камесь еще только летом люди будут сдавать аттестацию первого уровня на второй по этой методике. Что касается Монтекчия, знаю этого товарища, молодец, хорошо описал техники, но он остановился, по-моему, насколько я видела, если мне не ошибает память, он достиг только первого уровня железной рубашки, но в своей методике он описывает другую традицию. Я не знаю, какую, но традиция, которой мы занимаемся, это Удан, даоски, и там методики кардинально отличаются. И еще там, что касается отмены тренинга в Литве, в принципе, железная рубашка... Ну да, он спросил, а где еще будет, где еще будет в Европе там или в Германии? Пока Месть тяжело на этот вопрос ответить, потому что в этом году я кардинально сократил деятельность своих ретритов. И их будет очень мало. И вот сейчас думаем, в Германии провести железную рубашку либо не провести все-таки. Ответ появится только буквально еще через два дня. Хорошо. Следующий вопрос в эфир. Будут ли занятия в Германии? Ну, ответ, наверное, понятен, да, здесь? Занятия по сварге будут. По железной рубашке пока мы еще думаем. А в случае чего, если вдруг надумаешь, где можно эту информацию взять? А сразу же появится на сайте у меня в разделе тренинги. Так что следим за сайтом, в раздел тренингов заходим. Кстати, я забыл спросить наших радиослушателей из чата. Музыкальные паузы будем ставить или достаточно оживленно у нас все идет? Не нужно. Напишите, пожалуйста. Дальше, Виталий, в эфир. В взаимосвязи мира, общества и человека, личности очень важна для гармоничного существования. И если мы не меняемся сейчас, то общество тоже не меняется сейчас. Ведь какой пример подаем человеку, тот пример он и берет за основу. И считает это нормой. И это мой размышлизм. Здорово. Вопросы я не увидел. Это больше похоже на трактовку своего мировосприятия, мировоззрения. Дальше. Следующий вопрос от Кокорина Павла из Кирова. Дмитрий, есть ли необходимость выполнения объемного запечатывания после упражнений поднятия неба и удержания Луны или самопроизвольного потока энергии? Да, обязательно. Надо запечататься. Сергей Е. Вопрос в эфир. Дмитрий, разве синхронистичность перемалывает карму прошлых жизней? Это вопрос. Нет, по сути, карма – это и есть алгоритм синхронистичности событий. Именно на нее опирается синхронистичность событий настоящего. Карма наша, по сути, подсознания, причинно-следственная связь, которая проявляется в яви. И на нее влияет только расширение сознания. И вот именно расширяя сознание, поднимая вибрации, будет очищаться и меняться карма, и меняться синхронистичность событий. По сути, и карма, и синхронистичность событий – это один и тот же алгоритм, одно и то же свойство. Просто если выражать на дуальный языком категориями времени, то, что подразумеваем под кармой – это алгоритм прошлого, а синхронистичность – алгоритм настоящего. Но на уровне трансцендентности – это один алгоритм, строгая последовательность действий нашего подсознания. Дальше. Вообще, я всем предлагаю, все-таки, когда вы задаете вопросы, задавайте их русскими словами. Ну, наш русский язык очень богатый. Там есть очень много чего интересного, полезного. Обратите внимание на это. Не обязательно использовать иностранные слова. Сергей Е. Следующий вопрос Дмитрию. Нужно ли обращать внимание на то, где занимается вашими практиками? В городе или на природе? И главное, занимается там, как пойдет? Или главное, просто заниматься? Природа, экология влияют на человека, на его практики, но только на начальных этапах. Дальше человек становится автономным и независимым от этого. Первое. Хотя бы заниматься там, где есть возможность. А второе, если есть выбор, то, конечно, стремиться бы лучше к природе. Хорошо. Так, реплика была от Аркуинона. Дмитрию. Можно ли как-то по-русски говорить? А то непонятные слова, типа трансцендент. У меня даже вот язык такие вещи не отговаривает. Не знаю, как вы их пишете, их произносите. Хотя вроде бы с короговорки нормально говорю. Не вызывает образа, либо искаженный вариант. Но это так, это пожелание. Дальше. Считайте. Кстати, вот только об этом сказал, а тут сразу реплика. Считайте, что духовные практики и веды не могут быть ступенькой на пути к развертыванию внутреннего диалога. Чтобы развернуть свой внутренний диалог, сейчас зачитаю. Чтобы развернуть свой внутренний диалог, нужна пища для размышлений. Лично для меня такой пищей стало славянское мировосприятие, мировоззрение. В ваших словах, Дмитрий, я пока что слышу пренебрежение к ведам и духовным практикам. И вашу высокомерность, что ли, не знаю, как подобрать, чтобы не обидеть. Ну, видимо, какие слова подобрать. Ну, каждый нормально, все. Каждый слышит, как он слышит, да? Конечно, конечно. Есть информация, каждый реагирует своим состоянием. И что касается вед. Вед, я не сторонник вед, я... Ой, я не противник вед, я один из сторонников вед. Я против поломанного телефона вед. Именно я подчеркивал истинную природу веды. Веды – это интуитивное восприятие, то есть состояние духа, а не логическое письмо. То, что мы сегодня под ведами в письменном виде воспринимаем, это уже писание поломанного телефона именно нашего внутреннего духовного опыта. Вот я подчеркивал то, что человек должен не заседать и не залипать на письменах, которые вовне, а искать веды внутри себя. Вот это вот самое главное. А большинство так и остались на уровне поиска внешнего. Да, теория нужна. Без теории практики уводят в сторону, могут увести в сторону. Но, тем не менее, опыт всегда главнее. Поэтому человек должен сформировать логический вектор и дальше перейти на интуитивный опыт. И познать веды без искаженной только внутри себя можно, а не постоянно. Мы просто практически затронули тему вед, потом еще раз вед, и уже это растянулось, как человечество тысячелетия, кроме письменов, о ведах далеко не уходит. Даже династия просветленных после седьмого патриарха ушла в сторону. Сегодня 127-й просветленных, так мы их называем. Но после седьмого она ушла в сторону. Человек достиг ясного сознания, мы его сегодня называем просветленный. Человек достиг более высокого уровня мудрости, мы его тоже называем сегодня просветленный. А веды истинные внутренние гораздо выше. И поэтому не надо останавливаться на письменах. Да, я их уважаю, это надо на начальных этапах. Но я подчеркивал, что надо двигаться дальше. Ну да, я не услышал в твоем повествовании каких-то противоречий, противостояния. Но просто как-то это было выражено не совсем ловко. Сейчас ты сумел более подробно изъяснить свою позицию. Вот именно так, что для каждой ситуации, для каждого времени, для каждой ступеньки необходим свой путь познания, расширения сознания. И веды в том виде, как они были изданы в разных местах, они именно необходимы для этого начального уровня. А вот дальше начинается самое интересное, то, о чем ты говорил. Все скрыто в нас. Если мы по родам живем, если в нас все родовое присутствует, в этом случае присутствуют и все веды всего нашего мира. Так называемая неписанная веда. И вот тут уже стоит переходить к тому, что доставать информацию, знания, ведания из окружающего мира, из себя, не только через чтение. Так, следующий вопрос. Это Екатерина из Киева. Добрый вечер, Дмитрий. Что вы можете сказать о концепции 15 жизней Пифагора? Знакомы ли вы с ней? Если да, то вопрос. Сейчас у меня 14-я жизнь. За эту и следующую мне необходимо сделать очень многое. Реализация своей миссии зависит от социума и родственников. Они порой очень тяжелы на подъем. Видя тот огромный объем, я боюсь, что не успею. Как быть в данной ситуации? Заранее благодарю. Екатерина. Ну, хотелось бы для начала сказать, что торопиться некуда впереди вечность. И второе, про вот эту теорию Пифагора я, к сожалению, ничего не знаю. Поэтому тяжело будет что-то сказать. Хорошо, я так думаю. Ну, сейчас развернет. Все понятно. Так, опять же, можно, если не позволишь, дополнение. Дело в том, что если вы заслуживаете какого-то уровня, то вы на него попадаете. И тогда вокруг вас складывается то окружение, которое вы заслуживаете. И все взаимосвязано. Просто так никогда, если вы находитесь, грубо говоря, на 14-м уровне, вас на первый уровень не поместят. И то же самое вас не поместят на 15-й, если вы находитесь на каком-нибудь там четвертом. Все взаимосвязано. Поэтому, если что-то не устраивает вокруг вас, если вы видите какие-то родственники туговаты на подъем, или еще тяжелый на подъем, здесь написано. Это еще не означает то, что вам может прийти в голову. Может быть, все достаточно просто. Вопрос в эфир от Руслана. Дмитрий, можно ли достичь тела света за одну жизнь? И на каком уровне? Практически за одну жизнь ее и надо достигать, конечно. Это прямо чистовик сразу писать. А многие любят черновички. Ей сначала там, а ты сразу пишите начисто. Ну да. Есть практика, которая позволяет перейти свет в радужное тело. Но ее можно качественно выполнять и вообще можно ее осилить только тогда, когда человек достигнет умения пребывать в присутствии 24 часа в сутки. И дальше уже, чем быстрее человек достигнет этого качества, тем быстрее он сможет выполнять эту практику. Практика не секретная. Практика тагел для перехода в тело свет. Но она только когда человек достигнет уровня 24-часового присутствия. Так, дальше. Первый вопрос к Диме. Когда следующий эфир? Не знаю. Посмотрим сейчас. Ну, когда я разговариваю, так, в общем-то, пришли к мнению, что, может быть, там где-то раз в месяц приблизительно так устраивать. Да, можно. Можно что-то такое дарить. Ну, плавающий, естественно, что не просто так. Вот мы четко сказали. Мы сегодня еще пообщаемся. Может быть, вот сразу и наметим, как у нас в прошлый эфир все получался. Так, добрый вечер, Дмитрий. У меня была практика длительных медитаций. Но есть большое желание приехать на Турья в Апасану. Есть ли смысл? Ну, этот ответ человек должен найти внутри себя. Нужно опериться не на ум, найдет ли она что-нибудь интересное, либо не найдет что-нибудь интересное. А посмотреть, тянет ли ее туда душа. Если тянет, значит, душа уже нашла какое-то рациональное зерно. Если на уровне внутренних ощущений нейтрально, либо ничего нет, отторжения, тогда, конечно, смысла нет. Кстати, здесь вопрос. А сколько еще будет эфир идти? Ты как вообще? До пятницы совершенно свободен, как говорил Питальчук? Да, отлично. Да нет, на самом деле, я думаю, еще полчаса где-то так у нас есть. Ну, хорошо. Не будем уподобляться Винни-Пуху и Пятачку. Итак, сколько ответил, столько и ответим. Дальше вопрос от Виктора Дмитриева. Прошу прощения, вопрос не закончил. Хлопнул не ту кнопку. Пока я дойду до вопроса, нужно объяснить свое состояние. Так вот, суть вопроса. При практике я заметил, что когда просматриваю свой день перед сном, у меня возникает два состояния. Первое – это как будто я себя со стороны вижу, как в компьютерной игре. Второе – это когда я вижу внешний мир своими глазами, то есть как при бодрствовании. Так вот, когда вижу себя со стороны, то проговариваю внутренние свои действия. Когда вижу мир прожитого дня, как при бодрствовании, то проговаривание уходит и вижу только образы. Прокомментируйте, пожалуйста, правильно ли я понял и выполняю суть данной практики. Ну, из вопроса я понял, что человек выполняет технику перепросмотр и прокручивая свой прожитый день, попадает в состояние между, грубо говоря, сном и бодрствованием, и там начинает проговаривать свой прожитый день. Если я правильно понял, то проговаривать ничего не надо, это делается все ментально, но когда человек входит в это состояние, пограничное между сном и бодрствованием, это замечательно, это отлично. Дальше уже перепросмотром заниматься не надо. Цель – удержать это состояние, и тогда человек войдет в осознанное сновидение. Дальше есть путь для тех, кто любит поосознанно сновиденить, но лучше двинуться дальше, применить технику трикчо – это рассеивание всего сна и попадание в ясный свет. И тогда, если у человека это получится, он может достигнуть состояния, когда тело перестает откидывать тени. То есть дальше – это просвещение сознания и тела света. Ингварь задает вопрос в эфир. Наши предки не сидели в лотосе часами, не занимались открытием родового канала, открыванием третьего глаза и прочим. Это было уделом, например, жрецов. Однако обычные люди менее духовными, чем жрецы, не были. Так, может быть, духовное развитие выглядело несколько иначе, чем сейчас принято в среде практикующих? Ну, однозначно, на каждом уровне были свои практики. Для весей были практики – это обряды. Для более подготовленных, для путей семеречности, уже существовали практики медитативно-дыхательные. И причем, смотря какую глубину предков она копает, и, допустим, уже при Иване Серко, один из последних великих характерников, он применил технике медитации, где сидел в позе полу-лотоса. Если, допустим, вот женщина не знала. Это на самом деле практики не приносят какой-то там традиции. Это свойство нашего внутреннего космоса, при котором можно активнее войти в определенное состояние. Ну, а уровень волхвов, к примеру, там нет, конечно, разницы, в каком положении тела ты находишься. И вообще там положение тела уже не имеет смысла. Там человек в динамике находится в чистом поле, именно в духовности. Духовная практика, она одна единственная. Это работа с сознанием, а все остальное – это подготовка к духовности. И дыхательные практики, и энергетические, и телесные – это не является духовными еще практиками. Но если человек выполняет эти практики через чистое сознание, вот только тогда они становятся духовными. Ну, по сути, если он уже находится в чистом поле, то от этих практик уже падает какая-то актуальность. Необходимо только пребывать и поддерживать останется это состояние духовности, состояние чистого поля. Ну, во-первых, одно уточнение. Игварь все-таки – это не женщина, это мужчина. Вот ты так сказал так смело, я думаю, ого. Так, а второе, что тоже хочу… Да, что от себя тоже хочу добавить, что все-таки любая практика – это инструментарий, инструмент. Есть люди, которые просто-напросто собирают инструменты и их коллекционируют, но при этом остаются на том же уровне мастерства, так, как и были до этого. Они просто инструменты на стеночку увешивают, они у них висят, золотые, в такой инкрустации, такой, заточенные, какие угодно, на все случаи жизни. Но при этом они их применять не умеют или применяют кое-как. Ну, в лучшем случае взяли в руки, показали, на место повесили. А есть мастера, которые иногда с достаточно, на первый взгляд, примитивным инструментарием творят чудеса. Вот это надо все понимать. То есть, кто вы являетесь? Кондиционером, который хватается за все практики, но при этом сам не развивается? Или все-таки у вас есть четкое представление, кто вы на этой земле, для чего вы здесь пришли на эту землю и что вы хотите достичь? И тогда тот инструментарий, который вам необходим, он сам по себе придет. Вам достаточно нужно будет учителя, который просто покажет, как пользоваться, или мастер, который расскажет, как в руках держать этот инструмент. И наберете тот инструментарий, который вам нужно, и будете следовать по самому пути в этой жизни, и становиться будете мастером и развиваться. Ярославна, следующий вопрос. Здравия, Дмитрий. Образ про солнце, тучи и облака замечательный, потому как очень ощутим. Тогда поясни, пожалуйста, чем плохи дождики и даже грозы? Земля умывается. Разве это не естественно для жизни? Ну, когда человек находится в чистом поле, то есть ясный свет, когда присутствует только солнце, наслаждается все, и небо, и земля. Тучи и их производные, дождик – это феномен, это, другими словами, иллюзия, наслаждение. Земля и небо – они в гармонии, когда есть только свет солнца, который не запневает ни тучи, ни облака. Именно тучи и облака фориль начинает печать иллюзии, и уже иллюзии, если ваши терминологи говорить, продолжаются через дождик и так далее. По сути, наше сознание обладает двумя функциями, двумя состояниями – пустотность, и второе – ясность. И именно игра пустотности и ясности, вернее, не игра, а взаимодействие пустотности и ясности формирует третье состояние – игру пустотности и ясности. И это то, что мы раньше называли – три тела, троица определенная. И вот тучи и облака – это игра пустотности и ясности. И, по сути, само земля и солнце – это игра пустотности и ясности. И именно когда человек входит в чистое поле, в пустотность, но сохраняя при этом ясность сознания, он просветленный, он духовен. Если же человек только находится в пустоте, он попал в яд. И искусственную пустоту порождает его в плен перерождение в нафь божественное. Если же он уходит только в ясность сознания, это то, что можно назвать сегодняшним языком как перерождение в полу богов. И вот искусство соединения пустоты и ясности – это правь, а все остальное уже иллюзия – и тучи, и дождики, и облака, и, по сути, сама земля и солнце. Ну, мне кажется, ты применял достаточно просто образный такой вариант представления. Естественно, это не говорит о том, что дождики плохие и грозы плохие. Все на земле нужно. Просто для сравнения привел вот такой вариант образа и вот такой вариант образа, и не более того. Хорошо. Вопрос в эфир от Енисея с Пятигорска. Дмитрий, наша жизненная программа предоставлена изначально с пространством вариантов для ее достижения. Интересный подход. Находясь в чистом поле, каждый человек будет проводить свою индивидуальную информацию, которая будет необходима окружающим. Расширяется ли спектр восприятия в чистом поле с каждым новым мигом или поступность неизменна? Хороший вопрос, что касается вариантности событий. Это еще путь к достижению в чистом поле. В чистом поле совокупность всех вариантов событий уже существует. И там нету движения вперед-назад, влево-вправо, либо в один из вариантов. В чистом поле человек получает опыт всех возможных вариантов событий, пребывая в них одновременно. Хорошо. А вот здесь я немножко неправильно прочитал. Пустотность неизменна. Слово пустотность, что здесь имеется в виду? Тогда, наверное, предложение еще раз... Расширяется ли спектр восприятия в чистом поле с каждым новым мигом или пустотность неизменна? Я просто немножко не понял этого вопроса. Может, ты как-то со своей высоты это поймешь? Я понял. Тут я бы сказал немножко слова в другой последовательности. Именно расширяя спектр восприятия, мы попадаем в чистом поле, где нет пустотности и нет ясности, а есть одновременно и пустотность, и ясность. То есть живой свет, живая пустота. Потому что сегодня, допустим, та пустота, которая понимается в традиции дзена японского, это как раз пустота без ясности. Это как раз один из первых ядов, всего которых 35. Поэтому живой свет, еще раз если я повторюсь, расширяя спектр восприятия сознания, человек попадает в чистое поле, где не пустота, а живая игра сознания. Вот я бы так сказал. Кстати, вот я поправился, и от Енисея тоже пустотность прошу повторить. Ну, специально повторил и справился. Дальше. Нече на зеркало пенять, коли рожа крива. Вопрос в эфир от Лены. Такая вставочка интересная. Москва. Как эту самую рожу направить в нужное направление, чтобы стать не красивой, а прямой? Да, хорошо завернуто. Мне тоже понравилось, да. Отражение в зеркале – это, так сказать, чем больше у человека внутренней чистоты, тем больше у человека внешнего лада, то есть гармонии тела. И наоборот, чем больше у человека внутренней лжи, либо к себе, либо к кому-то другому, тем больше у него вовне внешней кривды, то есть искривление в спине, в корпусе, в теле. Поэтому, меняя свой внутренний потенциал, свое внутреннее качество, более честный к себе, более честный к окружающим, заботливый, ответственный, любивающий раз. Ну, и самое главное, что это ускорит, это поднятие вибрации и восприятие сознания. Внешнее проявляет внутреннее. Ой, внутреннее проявляет внешнее. Наоборот, уже заговорился. От Вероники. Вопрос в эфир. Благодарю организаторов за прекрасного гостя. Привет, Дима. В эмоционально-энергетическом плане, как объяснить тягу к соленому или сладкому? Когда не хватает в человеке состояния любви, либо состояния счастья психического, происходит реакция через вкусовые рецепторы, и человеку захочется сладкого. Это вот, что касается сладкого. Вот с соленым, боюсь, я сейчас ошиблюсь. Вероника, еще раз привет. Через сайт в обратной связи напиши мне, пожалуйста, и ответ придет ко мне на почту, я тебе отвечу. Не только по двум этим вкусовым рецепторам, а по всем шестью вкусовым рецепторам. Дальше. Следующий вопрос. Должна предверить такая, мне кажется, фанфары, такая официальность какая-то, барабанная дробь. Вопрос в эфир от Енисея из Пятигорска. Дмитрий, готов ли ты стать монархом всея Руси? Ведь твое целостное видение и благотворное влияние на людей может в корне поменять состояние Земли к лучшему. Скоро ли проявятся люди у власти, которые будут выходить в чисто поле и осуществлять правление на Земле? Благодарю. Просто скажу, что, надеюсь, скоро такие люди появятся и будет то, что описал. Енисей из Пятигорска. Да, Енисей из Пятигорска. Надеюсь, так и будет. Хорошо. На монархом-то ты как, согласишься, готов, нет? На урне ума, если говорить, то нет квалификации масштабного такого творения. Как у меня один знакомый говорил, да готов-то готов, да вот лысину корова нажмет и на уши съезжает, неудобно. Не, не буду я монархом. Так, ладно. Вопрос эфира Дмитрия от Екатерины. Дим, подскажи, пожалуйста, как освоить водное голодание? Очень хочу попробовать хотя бы дней пять. Но сознание тормозит этот процесс. Логикой понимаю, что так лучше, а на практике только засоряю свое тело. Сухое дается легче, но оно очень тяжко переносится, поэтому хочу более щадящее, так как организм очень сильно засоренный. Думаю, что плавная чистка подойдет лучше. Благодарю. Итак, что касается голодания. Голодание – это один из мощных факторов очищения. И здесь нужно быть очень аккуратным. Точно так же, как яд в малых дозах лекарства, а лекарства в больших дозах яд. Человек должен сначала определить меру и долю голодания без стресса для физического тела. Это делается очень просто. Чем чище наше тело, тем больше дней голодания мы можем себе позволить без стресса для физического тела. И наоборот, чем кислотнее тело, тем практически в день голодания организм начнет поедать сам себя. Проверяется это самым простым методом – задержка дыхания. Если человек хотя бы на выдохе, на комфортном выдохе, первый уровень, хотя бы на комфортном выдохе, его задержка на менее чем на 30 секунд, значит голодать 5 дней это будет многовато. Через 2 дня физическое тело начнет получать стресс. Если же задержка дыхания была больше 60 секунд, тогда можно смело голодать и 5,7 дней на выдохе. Но все остальное пугает. Это только убеждение ума, что без еды либо мне будет плохо, либо мне будет хорошо. Хотя бы направлять внимание противоположным мыслям, потому что если человек обладает такой задержкой дыхания, то голодание будет активно очищать его. Просто надо это хорошо осознавать и не бояться. И просто питать своим вниманием более светлые мысли. Как мне нравится, к примеру, Порфирий Иванов себе создавал аффирмацию «В день голодания спасает человечество» либо «В день моего голодания спасает человечество» вы можете либо применить такую же технику, либо что-то подобное. К примеру, «В день моего голодания» меня очистить, трансформирует многократней, чем какая-либо практика. И тут уже гольно вынука хитра, можно хоть что-то придумать. Главное, чтобы все активно шло, мы должны ум сначала заинтересовать. И вот придумайте то, что способно заинтересовать ум, какой цели вы стремитесь и, так сказать, воссоздаться мысленно в ней. То есть, другими словами, если вам ум мешает что-либо делать, то попытайтесь его заинтересовать, поиграть с ним в другую игру, чтобы он переключился, и тогда он вам мешать не будет. Или, как Василий Васильевич любит говорить, если у вас завелись тараканы, в голове в смысле, то купите мелкие машинки, пускай займутся делом, пускай рисуются. Так, дальше. Следующий вопрос от Инги. Можно задать вопрос о телах человека. Если можно, то сколько у человека тела и как называются тела в следующей форме? Первое – в виде волны. Второе – в виде стержня. Третье – в виде искрящегося шара в голове. Четвертое – в виде солнечного шара в теле. И еще раз четвертое написано, скорее всего, пятое. Какие из тел имеют крылья? Благодарствую. Ну, что касается форм, интересный подход, конечно, воспринимать тела через формы. Именно такие. Ну, по порядку. Тела – это, по сути, проявление нашего сознания, материализация нашего сознания. Физическое тело – это продолжение сознания, и между ними промежуточные инстанции – это остальные тела. И просто каждая традиция делит этот, ну, наш внутренний космос на свои уровни. К примеру, есть традиции, которые делят тела на 7, есть традиции, которые делят наш внутренний космос на 9 тел, на 10, на 13, а есть традиции, которые делят наш внутренний космос на 72 тысячи тел. Ну, по сути, все это – материализация сознания на разных уровнях вибраций. Если говорить семеричным уровнем, семизначным, я бы просто назвал всем известной славянской просто бы терминологией явная, жария, навья, клубья, колубья, девия и светия. Вот 7 наших тел. Что касается форм. Формы далеко не такие, как их обычно изображают. Там одно поверх другого, потом второе аналогичное предыдущему и так далее. Просто увеличивается в геометрической прогрессии, но округляя физическое тело. У каждого тела, да, своя фрактальная матрица, и даже не все полностью обворачиваются вокруг тела. Но что касается искрящей, осевых, там нет, я бы так, наверное, не обозначал. Здесь, наверное, для того, чтобы представить вот это все, можно такой пример просто привести. В природе очень редко встречаются четкие-четкие прям границы вплоть до долей миллиметра. Это то же самое, как спросить, сколько цветов у радуги. С одной стороны, вроде бы, вот понятно, сколько, да, а с другой стороны, а так ли это на самом деле? Ведь там намного их больше, и даже теми тысячами, которые ты назвал, там это дело не ограничивается на самом деле. Поэтому, если мы хотим себя в какие-то рамки загонять, то, наверное, надо четкие цифры предоставлять. И если нет, тогда, наверное, надо и по-другому немножко думать, мечтать. Анубис Чернобогов. Вопрос в эфир. Почему вы так жестко отстаиваете только тот путь, который вы выбрали? И назовите, пожалуйста, хоть одного садху, который достиг просветления в миру. Я просто пока вопрос слушал, мне интересен был ник Анубис Чернобогов. Ну, оригинально, здорово. Прокручиваю вопрос в голове. Первое. Я лишь делился и, так сказать, проговаривал свое мировосприятие пути. У каждого оно может быть либо аналогичное, либо кардинально противоположное, либо что-то среднее. Здесь вариантов столько же, сколько фантазий. То есть бесконечно. И садху, который достиг в миру, допустим, тело света. Если говорить о садху, то тоже самый слаймирамалинг из традиции 18-го мельских ситхов. Была семья, были дети. Первое. Конечно, все, что я сейчас буду говорить, это взять и проверить. Это, конечно, нереально. Это только по легендам, к примеру, этого. Про слаймирамалинга это говорил мой учитель, который и сейчас существует. Что касается следующего примера, когда в славянских семьях люди переходили в парой, в свет одновременно. Это из легенд Спаса. Поэтому это мое воззрение. Принимать, не принимать – дело ваше. Хорошо. Второй вопрос от Анубиса Чернобогова. Назовите, пожалуйста, ваших духовных наставников, учителей, чтобы более полно понять ваше становление. Это как в фильмах «Два рыцаря встречаются». Ну, представь, все начинает. Такой-то, такой-то, оттут-то, оттут-то. Мы учитель такой-то, такой-то, родители такие-то, такие-то. Вот, пожалуйста. Ну да, ну да. Ну, во-первых, очень подробно и, в принципе, мы описали, и я выложил на сайт у себя в разделе био-биография, основные это пять традиций. Первая традиция даосская – это шэньжи-мастер. Вторая традиция – это дзадзин, мастер орион. Ну, учитель, так сказать, только главное, и я бы не сказал, что я очень долго у него учился. Вторая традиция – это уже такой явный и многим известный – это ситх, традиция 18-ти таминских ситхов, шри-пран-аджи и шри-пран-арадж. Третья – это традиция Спаса. Основной из них – это род Топорь Виктор Черников. Ну, и также присутствует личное изучение – это то, что сегодня мы называем как южная и северная традиция. Но большее значение мне дал наше содружество казаков-атаманов, что касается именно славянских направлений. И последняя традиция, которая глубоко дала глубокие знания и дает поныне – это тибетское направление дзокчен, традиции Бон – тензин-виринпочи. Я думаю, черпающий ответ, тем более, что уже второй раз повторяешь это, потому что в предыдущей передаче вроде бы это мы конкретно рассматривали. Вопрос эфира от Кокорина Павла из Кирова. Дмитрий, вы рассказывали, что при выполнении физических нагрузок с интервалом между подходами менее 30 секунд с количеством 4 подхода происходит работа на гормоны. Как набрать массу тела при недостаточном весе, если при выполнении таких упражнений вес начинает снижаться? Я никогда не говорил, что для веса надо только заниматься гормональным фоном. Надо заниматься гормональным фоном, но должны быть три показателя. Первый показатель – чистота физического тела, кислотный либо щелочной баланс. Второй – гормональный фон. И третий – объем жизненной энергии либо сила сознания. Вот только в три качества мы начнем активно, наша структура и форма стремится по принципу золотого сечения без потери физического веса. Если же человек кислотный стремится поднимать гормональный фон, то это напрасно. Либо наоборот, в щелочности не заниматься гормональным фоном, ждать, когда что-то поднимется, тоже напрасно. Поэтому должна быть и щелочность, то есть дыхательные практики, и практики гормонального фона. И работать с сознанием либо с энергией, а лучше и с тем, и с другим. Дальше, следующее. Хотелось бы пошутить, конечно. Есть люди, которым вес мешает, есть, которые хотят набрать. Ну, соберитесь, скопируйтесь, поделитесь среднеархметически, разделитесь, и будет все хорошо для обоих. Сергей НСАЙ. Вот не пишите по-английски, просто Сергей. Привет, Дим. Такой вопрос. Занимаюсь ануломой сейчас. Я правильно прочитал? Ануломой? Ну да. Хорошо. Столько интересных слов узнаю. Перехожу на десятый и на двенадцатый. Так вот, после ануломы такое ощущение собранности и спокойствия, но и меня это немного выматывает в физическом плане. Почему нет бодрости после ануломы? Скажи, при задержке дыхания нужно опускать подбородок к груди? Нет, в ануломе-веломе этого не нужно делать, никаких замков. Почему человек перенапрягается? Потому что выполняет практики без, в данном случае, без второго фундамента, без расслабления. Медитативные и дыхательные практики должны происходить без напряжения. То состояние расслабления психики, в котором мы занимаемся этими практиками, то усиливается. Если мы через волю, чтобы сегодня поставить галочку, я прозанимался практиками, и через волю, через психику занимаемся ими, то копится это психическое состояние, и потом растворяя наши энергетические потенциалы. Для того, чтобы пратьи давали максимально мощный результат, мы должны обязательно расслабиться, расслабить ум, верхнюю точку, лоб и сакральную точку внизу. И тогда уже все наши практики будут давать, помимо состояния, еще и наполнение. Так, следующий вопрос от Владимира Измытища. Дмитрий, все равно смерть догонит старость, болезни, одиночество, жалкое существование, немощь, отчаяние и многоточие. В смысле, за эти многоточие и так далее. Зачем нужно самосовершенствование? Тем более, совершенствование в обществе. Мне так это напоминает, помнишь, Карлсон, когда шалили, шалили, и Дума правительницы закрыла этого мальчика, малыша, и говорит, и вообще, иди, мои руки. Он так смотрит, а что их мыть-то, есть все равно нечего. Ну, давай из этой серии. Зачем же самосовершенствоваться-то? Ну, обычно человек самосовершенствуется, что, становясь лучше, мы воспринимаем восприятие пространства и времени активнее и четче. И по мере самосовершенствования наша душа получает наслаждение все глубже, глубже и глубже. Если же у человека довольствуется наслаждением вот этого вот слепого сна, то есть не качеством души, а качеством психики, дело выбора его, но психическое наслаждение – это практический сон. Идеальное и полноценное наслаждение – это именно наслаждение души, которое мы увидим в чистом сознании. И то, что человек выбрал – либо опустить руки и плыть по течению времени, закисления тела и, соответственно, старости и так далее. Либо гребет, становится лучше, сильнее, чувствует себя лучше и приятней. И тут, в принципе, его выбор. Ну, то есть в данном случае мы должны понять, или мы следуем тому образу жизни, который нам намязан, то есть рождение, жизнь, старость, дряхлость и смерть. Или же мы существуем как развитые некие существа, владеющие своим телом, поддерживающие свое тело в полном порядке, достоинстве, и уходим из этого мира тогда, когда необходимо уйти. Вот, скорее всего, к этому все сводится. Я тут даже добавлю, тут даже добавлю. Для того, чтобы включиться в процесс самосовершенствования, нас направляет воззрение, мировосприятие в ту либо в иную сторону. Именно ответив себе на вопросы, кто такой я, для чего живу, для чего умираю, с кем иду и где я буду, когда приду. Если человек знает ответы на эти вопросы, вернее, не так, как он отвечает себе на эти вопросы, так он и начинает жить. Если его какие-то вопросы не интересуют, либо он находит в них ответы низкие, то его стремление будет стремиться к его ответу на эти вопросы. Хорошо. Тут такой шуточный вопрос был, а может быть не шуточный, вне очереди считаю. Что сделать, чтобы халявная еда в холодильнике не отвлекала от перехода на белую еду и тип питания? Сразу ответы – выбрось холодильник, выкинь холодильник или расстреляй его как провокатора. Можешь пояснить, что делать-то? Ну, видимо так, человек живет в семье, там есть холодильник, семья в этом холодильнике складывает продукты. Он решил перейти на безыдовой вариант такой существования. Ну, и мимо холодильника ходят, и там запахи всякие и так далее. Что делать-то? Если сознание человека еще реагирует как реакция на внешние раздражители, воспринимая феномен, допустим, холодильник, и реагирует, и привязывается, соблазны появляются, то даже на таком уровне сознания, если даже не будет холодильник, то пройдет день-два, его… Вы его найдете себе, да? Да, его подтолкнут вкусовые рецепторы, которые разыграются. Поэтому есть холодильник сегодня, он среагировал через ум, а нету холодильника, он завтра среагирует через психику и вкусовые рецепторы. Поэтому внешняя форма, если холодильник либо нет, то это, по сути, не имеет значения. Единственное, это развитие сознания, которое и обуздает и ум, и обуздает и психику. То есть проблема именно в играх ума. Так, следующий вопрос в эфире из… А, ну, игры ума, естественно, и из понимания, вот эта осознанность, о чем мы постоянно говорим. Ум мешает осознанности, потому что ум, он не может ничего сознать. Ум – это машина вычислительная. Если вы подчиняете вычислительной машине, то в случае вы, скорее всего, калькулятор. Если же вы владеете вычислительной машиной, то тогда вы человек. Ну, вот просто расставьте все по своим местам. Так, вопрос в эфире от Владимира Замытича. Дмитрий, знаете, мед вообще можно хранить открытым? Сколько времени можно держать мед открытым? Ну, вообще, мед – это один из самых сильных консерваторов, который сохраняет свои свойства очень-очень долго. Насколько я знаю, раньше в старину, даже когда, к примеру, князь погибал где-то там далеко от родины, его возвращали в бочки с медом, чтобы потом уже провести обряд, к примеру, там, крадирование или ему подобное, чтобы тело сохранить. Мед, по сути, очень сильный консерватор и хранится очень-очень долго. Если же мед обуздать температурой выше то ли 40, то ли 60 градусов Цельсия, то он станет ядом. Вот это единственное, что могу сказать. А по хранению главное, чтобы не на солнце, и пускай будет храниться очень долго. Я маленькое уточнение, если позволишь, добавлю. Обратите внимание на то, как мед пчелы заготавливают и где они его хранят, и все станет на свои места. Если бы мед был предназначен для хранения в открытом виде, они бы его не закупорили в соты, а просто выливали в улей или там в дупло куда-нибудь, и он бы там хранился. И если бы он на солнце должен был лежать, он бы лежал на солнце. Поэтому мед – такая штука, что его надо постоянно прятать куда-нибудь. Иначе его, как Винни-Пух всегда говорил, мед – это очень хитрый предмет. Вроде он есть, его сразу нет. Так, дальше. Вопросы в эфире Владимира из Матищ. Ягода, например, клюква, создают сильную кислотную среду. Это означает, что клюква помогает паразитам? И вообще, создает ли она эту кислотную среду? Ну, по сути, вопрос, который ставят в тупик даже, к сожалению, сегодня многих и диетологов, и тем, кто занимается с медициной, вернее, относятся к медицине очень близко. Итак, продукты могут требовать либо кислотных ферментов для расщепления, либо щелочных ферментов для расщепления. Но если продукт требует кислотных ферментов для расщепления, это не значит, что он будет нас закислять. Закисляет организм не среда расщепления, а именно как она усвоилась в нашем кишечнике. Именно если мы пищу, допустим, термально обработали, и она, допустим, попадает сначала в желудок, потом в тонкий кишечник, из нее высасывается вся влага, организм питает только то, что додену до состояния жидкости. Вот остаются так называемые каловые камни. И неважно, кислотных ферментов они требовали для переваривания, либо щелочных ферментов они требовали для переваривания, они все равно каловыми камнями начнут забивать наш кишечник, оттуда эта грязь начнет попадать в кровь. Поэтому не кислотные ферменты, либо щелочные, закисляют тело, а именно каловые вот эти вот камни. И закисляют, другими словами, тело либо переваренная, пережаренная продукция, либо когда человек смешанно питается. Тогда тоже организм не усваивает очень многое, и это забивает наш толстый кишечник. Поэтому даже, на первый взгляд, лимон кислый, требует кислотных ферментов для переваривания, но он ощелачивает тело, а лимонный сок, вернее. Здесь не среда главная, а то, как она усвоится. Еще надо поправочку тоже добавить, как дополнение, а не поправить, а дополнение, что именно лимон, выжатый лимонный сок из лимона натурального, а не лимонная кислота, как некоторые делают. Потому что в лимонной кислоте отсутствуют дополнительные ферменты, которые как раз в лимонном соке присутствуют. И вот тогда все становится на свои места. Потому что некоторые ученые пытаются именно лимонной кислотой, защелачивать что-то, искусственно выведенный, химический такой элемент, монокислота. Так, вопросов очень много, а у нас уже время заканчивается. Что мы будем делать? Ну, я думаю, еще можно ответить вопрос два, да и, к сожалению, надо уже завершаться. Хорошо, давай так, коротенько, Павел Сурала. Сурала, хорошо. Сурала. Вопрос в эфир. Как относиться к своим желаниям в переходный период смены образа жизни, питания и привычек? Когда идет чистка психики, наши вкусовые рецепторы обостряются и начинают тянуть на то питание, которое было раньше. Это, так сказать, незадолго до победы будет искушение сдаться. И поэтому есть три ложных, вернее, три сигнала человека либо голода, либо поменять свой рацион питания. Два из них ложных. Первый ложный сигнал голода – это синдром незаполонности желудка. Второй ложный сигнал – это как раз вкусовые рецепторы. И психика, то есть и то, и другое можно преодолеть. Единственное, что нельзя преодолеть – это третье. Это слабость в физическом теле. Вот если даже мы стремимся и хотим, вот нам осталось чуть-чуть, чтобы перейти на питание, там на новое. Но самое главное, я повторюсь, правила питания гораздо важнее, чем уровни питания. Но тем не менее, если мы стремимся перейти на какой-то более высокий уровень питания, если у нас первые два показателя тянут назад – психика, вкусовые рецепторы, либо желудок разкочегарился и тянет назад, что-то плотное съесть. Это можно преодолеть. Вот только если слабость в физическом теле, вот это уже преодолевать нельзя. Надо дать телу то, что он просит. То есть, потребить пищу. Понятно. Но все делается через осознание все-таки. Через осознание. Другого варианта нет. Упорядочите свои мысли, понимайте, для чего и что вы делаете. Только так. Так, дальше. Анубис Черногогов просит дать медитационную технику для пробуждения азмьест. Но я думаю, что это уже не в этой передаче. Очень хороший, кстати, вопрос. Надо будет как-нибудь в следующей передаче его поднять. Дальше. Вопрос эфир от Юрия. Из Москвы. Дима, здравствуйте. Моя супруга, слонобарометр. Любые перемены давления погоды может предсказывать по сильным головным болям. В общем, метеозависимость можно излечить или нет? Существуют какие-либо практики, помогающие не испытывать головные боли при сменении погоды? Спасибо. Да, есть. Я могу буквально накидать небольшую программу, которая это очень быстро поможет. Наверное, тогда надо взять почту, а я уже пришлю ответ. Тогда проще делаем. Через форум обратной связи пишите вопрос, указывайте все свои координаты. Дмитрий получает это все, и вы получаете ответ. Дальше. Хелен, вопрос эфир. Вегетарианка уже 4 года. Правда, ем рыбу и яйца. Хорошая вегетарианка. Примерно в то же время бросила курить. Отличная вегетарианка. Сильно поправилась. Один раз в год сижу на голодании на воде. Прекрасно. Вес держится. Не худею. Что не так? А что вы смеетесь-то, я не могу понять. Серьезный вопрос-то. Собери, товарищи, соберитесь, мы здесь. Мы вас слушаем. Первое. Если вес по-прежнему не худеет, надо разогнать гормональный фон. Значит, железы наши еще не активны. Еще не включают процесс внутреннего огня, чтобы поменять метаболизм и обмен веществ на то питание, которое мы употребляем на данный момент времени. Можно. Первая идеальная гимнастика, которую я хотел бы посоветовать, это гормональная гимнастика, либо тибетская гормональная гимнастика. Название. И так, и так. Практика одна и та же. Именно здесь причина заключается в спящих, ну я своим языком, гормональном фоне, гормональных железах. Их надо поднять. Позвольте тоже еще вставить. Дело в том, что смотрите, человек написал, Хелена написала, что курила очень долгое время, судя по всему. Организм боролся, он восстанавливался после того, как происходило травление. А борьбы требовалось достаточно большой ресурс от организма. То есть нужно было что-то есть, чтобы энергия была, что-то выводить и так далее. И представляете, вот теперь вот это воздействие перестало, а организм уже приучен. И что делать? Организм продолжает бороться. Поэтому здесь, наверное, как-то надо именно рацион, вот эти вот, о чем ты говорил, чтобы все пробудилось, да, и чтобы все восстановилось. Здесь как раз вот эта вот причина, то, что курение и им подобное, это как раз и износили ресурс энергетический, на который опирались ее железы, гормональный фон. Ну вот, здесь все взаимосвязано получается. С одной стороны привычка, с другой стороны изнашивание, с третьей стороны уже по-другому как-то сейчас они не могут быть. В общем, перепрограммировать себя надо. А вот это отдельная, мне кажется, опять же, передача, как себя перепрограммировать. Так, ну, наверное, сейчас вот позволь буквально секундочку, еще посмотрю, еще какие-то вопросы, может быть, коротенькие. А, ну, давай так. Енисей из Пятигорска. Это дыхание полоза в лотосе, полулотосе или лежа. В чем разница и как лучше? Итак, внешняя форма, внешнее тело, лежа, стоя, сидя на стуле, лотос, полулотос, дает хорошие результаты только на начальном пути самосовершенствования человека. Дальше, когда он открыт в своих энергетических жарих каналах, разницы нет, в каком положении тела он находится. Дыхание полоза – это одна из таких мощных практик, которая включает нашу центральную нервную систему. Если у человека прошел уровень практик на выдохе, то есть принцип очищения, потом практик на вдохе, принцип наполнения, то дыхание полоза будет очень сильно его трансформировать. То есть можно и лежа дышать, если он практикует позу лотоса, значит, его центральная практика дыхания полоза, значит, его центральная нервная система открыта, а если открыта, то нет разницы, в каком положении тела заниматься. Ну что ж, мы заканчиваем сегодняшний эфир, еще несколько вопросов остались непрочитанными, но здесь даже как-то в виде шутки, наверное, я прочитаю от Шурика. Дмитрий, ты обладаешь сверхспособностями? Если да, то почему не демонстрируешь самые яркие из них? Ведь это могло бы воодушевить и даже усилить веру многих ищущих. Дим, почему ты демонстрируешь, что почти 4 года уже ничего не ешь? Такая сверхспособность непроявленная. Но вот вопрос, когда задают, Шурик, скажи мне, пожалуйста, много ты встречаешь людей, которые по нескольки лет ничего не кушают и при этом занимаются спортом, двигаются, ездят, общаются, так и как бы голова варит. Не является ли это одной из сверхспособностей? Ну что ж, давай на этом мы закончим. Я бы еще добавил, что самая главная сверхспособность человека – это проявлять любовь и уважение к окружающим. Это вот самая главная сверхспособность, на которую должен опираться человек в первую очередь. Да, ну вот так банально прям все сказал. Ну ладно, хорошо. Давай заканчиваем сегодняшний наш эфир. Извините, друзья мои, потому что мы не зачитали все вопросы, но на самом деле очень много вопросов, и даже многие уже не принимались. То есть если бы принимали, я говорю, ну и пятницы бы нам тоже не хватило. Давай подведем итог сегодняшней нашей передачи. Первое. Ну мы поговорим после эфира, когда лучше сделать следующий эфир. Вот здесь когда следующий эфир, когда следующий эфир, давайте, давайте и так далее. Нет, мы поговорим после эфира. А ты в заключении скажи что-то такое ясное, светлое, доброе, вечное, чтобы душа развернулась. Ну пожелай что-нибудь нашим радиослушкам от себя. Как раз хотел сказать, уже преподавая несколько лет, я столкнулся с такой ситуацией, что люди постоянно стремятся познать практики, не обращая внимания на фундамент. Хотя про фундамент я говорил еще с самых первых занятий людям. И уже прошло буквально несколько лет, как я встречаю одних из первых учеников, и они только сейчас начинают понимать, что такое третий фундамент, что такое второй фундамент. И вот хотелось бы пожелать и сказать, что люди, самая главная практика, и друзья, что самая главная практика, которой надо заняться, это первое, войти в три фундамента. Проснулись утром, вытянули осанку, расслабились, улыбнулись. И вот искусство держать эти три фундамента 24 часа в сутки или все будущее состояние, и неважно, занимаемся мы практиками, с кем-то общаемся, либо не общаемся, идем по улице, едем в транспорте. Вот самое главное – научиться держать три фундамента. И уже если на эти три фундамента осанка, расслабление и состояние любви и счастья наложить какую-то практику, то практика начнет так разворачиваться в геометрической прогрессии, что один достигает на трех фундаментах за месяц, то, что без фундаментов человек достигает за год. И сами три фундамента уже принесут вас в жизнь больше радости, интереса, и начнут разворачивать сюжет вокруг вас гораздо интересней, приятней и благостней. Вот, в принципе, тяните осанку, будьте в осанке, не напрягайтесь, будьте расслаблены и радуйтесь больше, держите три это в состоянии одновременно. Благодарю. Напомню, что Народная Славянская Радио – это открытая площадка для общения и объединения всех здравомыслящих людей, предназначенная для поиска истины, осознания нашего прошлого и понимания, куда, зачем и как двигаться. Приглашаем к участию в радиоэфирах всех здравомыслящих людей, для которых слова Русь, отчизны, наследие предков, здоровый образ жизни, правда и совесть не являются пустым звуком. Напомню, что у нас нет ни спонсоров, ни хозяев, которые нам что-то указывали. Это наша инициатива. И никто нас не поддержит, кроме вас, наши добрые друзья. Если вам это радио нужно, то тогда оно будет с вашей поддержкой. Не нужно – ну, значит, и не будет его. От себя вот что еще хочу в заключение сказать. Зашоренность или иностранное такое слово есть – сегментарность – это наличие авторитетов или сектанства. Тоже такое иностранное слово. И тест на авторитарное сектанство достаточно простой. Если вас коробит, когда в разговор авторитета вклинивается кто-то, и вас волнует не то, что сказал человек, а сам факт его вклинивания в общение – вот это как раз и есть сектанство. Сектанство авторитарное, авторитетное. А это, в свою очередь, является ограничением вашего мира. Хорошо ли это или плохо – решать не мне. Но это один из показателей. Напомню, что сегодня на одном из современных календарей 13 апреля 2016 года – среда. На одном из древних – второй день месяца посева и наличия 7524 лет – четверик. Саморазвитие общества через себя – такова была тема сегодняшнего нашего эфира. Главный соведущий – Дмитрий Лапшинов. Говорили мы очень интересные вообще вещи. Благодарю тебя, Дим, за то, что рассказал от себя, поделился своим опытом и благодарю всех наших радиослушателей, которые в чате задавали очень интересные разносторонние вопросы. Мы уточним, когда будет следующий эфир, мы с тобой уточним. А вот теперь можешь сказать «благодарю» кому-то хотелось сказать. Да, благодарю, что пригласил. И благодарю друзей за хорошие вопросы. Молодцы, что задаете. Лучше иметь смелость задать, чем потом не найти и уйти в сторону. Всем счастья, удачи и до новых встреч. Ну вот, на этом мы с вами прощаемся. С вами был Народное славянское радио и Алексей Орлов. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok